Добрый день, у вас светлое пятно одно. Я вижу, я знаю, у меня занавешено, я ничего не могу сделать, это вот такой свет яркий, у меня солнечная сторона. Может как-то повернуть, у вас хороший глазок вижу. Сейчас попробуем повернуться. Ну попробуйте что-нибудь сделать, а то я не вижу даже с кем говорю. Очень темно. Нет, это не лучше, садись. Нас слышно вообще или как? Да так-то слышно бы. Нормально слышно? Да, ничего. Так, ну опять я вижу, что я ушел. Видите, совершенно не видно. Солнечная сторона. Как же так это? Я вот у себя шторку повесил, у меня нормально видно. У меня шторы висят, а то я говорю, такой яркий солнце сейчас светит, что даже просвещивает. А они должны быть двойные шторки. У меня что есть. Нет, то же самое. Ну давай еще попробуем правее отодвинуться сюда. Вот так, склонитесь на одну сторону, вот как сидите рядышком, чтобы вот так. Вот так пойдем? Да, да, влево склонитесь, от вас в правую сторону, вот так. Во-во-во, вот так будет видать. Сейчас тут жену мою видно было. Склонитесь, рядом поближе я скажу, как видно будет. Сейчас, сейчас. Вот так, нормально так, не знаю. Нормально будет так. Так, поднимите повыше. Ну и вот и хорошо. Теперь голову, склонитесь еще туда, от вас в право. О, вот так. Игнатий Тихонович, так не очень удобно сидеть. Теперь что-то у вас стало похуже слышно там. Посмотрите микрофон как. У нас, видите, какой микрофон. О, вот так. Мы вдвоем говорить будем, поэтому я вот так вот взял, не надеваю. Поэтому ближе к другу, соедините голову, вот так, голову поближе, а микрофон посередине будет слышно. Да. Так, сразу предупреждаю, как всегда, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, не против. Ну что, говорите. Игнатий Тихонович, секунду, только когда это будет касаться внутри нашего семейного вопроса. Это потом, это потом, сейчас не надо об этом. Игнатий Тихонович, у нас произошел небольшой, так сказать, разлад в семье с супругой, ну, скажем, на духовной почве отчасти. И нам некому обратиться как к человеку, ну, духовно укрепленному, действительно, ну, знающему что-то, который может во свете Библии просветить наши отношения, кто в чем не прав. И вот единственный человек, к кому мы можем обратиться, действительно, с отдельным советом, это вы. Я знаю, что вы, ну, всегда скажете правильно. Понимаете, я начну издалека. На самом деле, долго рассказывать, но если вы слышите, позволите рассказать, что у нас. Начнем сначала. На одной из воскресных служб во мне, как бы, ну, что ли, ревность какая-то взыграла, что народ ничего не знает. Стоит, кто-то кланяется, кто-то падает на пол, кто-то влево-вправо поворачивает. Ну, беспорядок в храме. Сами знаете, как это в московской здесь патриархии происходит. Мы, значит, встретили священника, специально подождали его. Я говорю, ну, спрашиваю у него, кланяться нужно в воскресенье или нет, согласно апостольским правилам. Он говорит, не нужно. Я говорю, народ кланяется. Я говорю, нужно поворачиваться за кадилом, когда диакон идет кадит. Он говорит, да не нужно вообще. Я говорю, ну, народ-то и влево, и вправо, кто как хочет. Я говорю, ну, надо же, может быть, как-то объявить им, научить народ. Он говорит, да что их учить? Говорит, есть интернет, и пусть, что хотят, то и делают. Я говорю, а вообще изначально у меня было предложение просто на воскресной школе чтение Библии сделать с блаженным Феофилактом. Вот. И я говорю, может быть, на воскресной школе начнем читать Библию, чтобы хотя бы как-то народ просвещать. А то ведь они и Бога не знают. Они не знают, во что верят. Он говорит, а, ну ты в бой рвешься, в бой хочешь. И отвел нас к этому, я не скажу, что он батюшка, наверное, чтец или как это называется, который ведет у нас в воскресную школу. Вот. Посадили, так сказать, нас туда с ним побеседовать. Я ему предложил, говорю, давайте читать Библию на воскресной школе. Если вкратце, то нам сказали, что мы в пречении находимся, что мы ведем монашеский образ жизни, что моей жене нужно юбку покороче одеть, она слишком на монашку похожа, и что я ее угнетаю и куда-то в секту загоняю. Вот такой вердикт произнесли. Вот. Но это как бы ладно, это отдельная часть вопроса. А теперь про наш конфликт. В последнее время я стал изменяться, и я это, ну я это сам чувствую, я становлюсь другим человеком. И в вопросах благочестия где-то, когда мы, например, на людях с женой, я стал с ней строг, и, может быть, где-то перегибаю палку, там, ну как себя вести, как пример подать христианский. Я как бы иногда делаю не то, что выговор, ну как бы, как правильно сказать, ну, наверное, выговор делаю, и где-то, возможно, перегибаю палку. У нее копилась на это обида, в итоге накопилось так, что она вылила все там нашей подруге. Подруга, значит, поддержала ее, да, слава не такой, он какой-то становится ненормальный, он говорит на незнакомом языке уже сейчас. Собрались, значит, все на квартире у друзей, они меня начали как бы синедрен, понимаете, они меня начали сразу это увещевать, что я становлюсь не таким, что они меня теряют, они меня не понимают. Я говорю, так что я, что я такого вам сказал, что я сделал плохого? Они говорят, ты говоришь на другом языке, мы тебя теряем, мы боимся, что мы перестанем общаться, если так дальше будет происходить. А все дело в том, я осознаю, что я изменяюсь, и у меня где-то в разговоре, возможно, проскакивают какие-то цитаты из Библии, особенно когда речь идет о вере, о моей вере, о православии. Ну, я не могу по-другому, я сразу начинаю с Библии какие-то цитаты брать, и говорится так, и говорит Господь, вот здесь так, и говорит Господь. И люди меня не понимают. Вот люди меня не понимают, и вот в этот вечер, когда мы собрались, они как бы стали меня увещевать в том, что я какой-то ненормальный. Ну, ладно, с этим разобрались, приехали домой. Юлия от обиды пошла к моим родителям, которые тоже меня считают, кстати сказать, уже сумасшедшим. Вот, они считают, что со мной что-то не так. Юлия, заручившись поддержкой друзей, пришла к моим родителям, сказала уже, и друзья считают, что Слава ненормальный. Вот, что-то с ним не так, он стал изменяться. Ну, родители, естественно, говорят, мы за тебя беспокоимся, ты действительно становишься другим. Вот, мать сказала отцу, и все по цепочке. Отец у меня вообще, когда слышит про веру, когда слышит про посты, что я пощусь, он львином ревом ревет, что я больной, что я кретин, ненормальный, что меня нужно к психологу записать. То есть, начинается настоящее, самое настоящее беснование у него по поводу этих вопросов. И вот, как бы, к чему я веду-то. Получается, что супруга моя, как бы, заручившись поддержкой, ну, не совсем, скажем, верующих людей, а где-то неверующих, ну, пытается убедить меня в том, что я не прав. Хотя я осознаю, что где-то, возможно, я перегнул палку, вот, но она сейчас говорит, что ты, она тоже подтверждает, ты стал другой, с тобой тяжело становится общаться, ты не понимаешь людей. Можете как-то это прокомментировать? Или, может быть, давай сейчас, Юля, я имею в виду слово. Да, сейчас вторая сторона, так сказать, для общего взгляда. Хочу сразу сказать, что мы сможем, после того, как мы обвенчались, мы вместе не живем, потому что я живу у себя во Фрязино в городе с родителями. Мой муж живет отдельно здесь, у своих родителей. После венчания встал вопрос о том, что мой муж захотел заниматься предпринимательством и захотел распространять внешние зарядные устройства. Ну, неважно. И на это нужно время, это нужно развивать, этому вопросу действительно очень нужно много времени. Я согласилась на то, что пока хорошо, ты занимайся этим делом, я пошла на свою работу, осталась, где я работала, то есть, привязанная работа, привязана к городу, да, к месту положения, где я живу. Вот. И получается, что пять дней в неделю я работаю на своей работе, мы с мужем увидимся только по выходным. Вот. Соответственно, я его увидишь только по выходным, я большей части, я не знаю, чем, ну, я догадываюсь, чем он живет. Вот. То есть, он занимается только одним, он сейчас распространяет товар, пытается. Но почему тут девять месяцев проходит, ничего не происходит, допустим. Ну, так и тоже бывает. Вот. Другое оставшееся время он сидит дома, он смотрит ваш канал. И это замечательно, потому что мы вместе по воскресеньям тоже смотрим вас. Вот. И читаем Писание. Да, и читаем Писание, да. В воскресенье. Но когда, Игнатий Тихонович, это становится постоянным, когда просто человек сидит дома и все, и только углубился в это. Но вы поймите, когда он приходит к нам, к друзьям, к близким людям, я повторюсь, что это не просто друзья какие-то, приятели, а именно друзья, которые ему всегда правду скажут в лицо. Вот. И поэтому я не побоялась сказать им, я бы побоялась кому-то сказать постороннему человеку. Я сказала этим друзьям, возможно, да, там есть люди, которые по-своему, так сказать, верят. Вот. Но не мне упрекать их в этом. Я просто действительно искала поддержки. Просто когда это получается, что человек, он, слава, муж мой, хочет поступать во всем так, как вы поступаете, вот, и приходит в общество к людям и говорит, пытается им это рассказать так, как вы это говорите, и словами Священного Писания, вот, дает, допустим, какие-то наставления в их жизни, они его не понимают, потому что они никогда не слышали этого Слова Божия. Они его сами говорят. Ты говори с нами попроще, на простом языке, потому что мы не понимаем, что ты говоришь. Вот. И получается, что... Микрофон к себе поближе поднеси. Да, да, да. И получается, что люди просто говорят ему о том, что мы перестали тебя понимать, потому что ты на невероятной сейчас высокой ступеньке духовной находишься. Вот. И получается, что часто получается в разговоре так, что словами из Писания, допустим, можешь сказать, я не хочу быть... Как это? Тут надо привести пример, что просто, когда начали друзья спрашивать, что, типа, православие должно объединять, нужно просто верить в сердце, нужно верить в Бога, там, ну, как хочешь. То есть, я говорю, верю, как хочу, но я говорю, так нельзя, нужно быть горячим, либо холодным. Она говорит, да как горячим и холодным. Я говорю, ну, в Писании написано, как ты не холоден и не горячий, извергнут тебя из уст моих. Я говорю, я не хочу быть блевотиной. Я просто так... Я так и сказал. Естественно, на меня сразу, ах, ты считаешь нас блевотиной, за это слово зацепились, и это еще один повод меня как бы гнобить там. Вы просто понимаете, тоже вот человек уже не всунешь насильно в веру, как он должен верить. Вот. Человек может сам прийти постепенно к этому, ну, вот как Слава пришел, допустим. У каждого есть вот свой уровень доступный, когда он действительно готов, куда он пустить Бога готов. Поэтому, вот получается, что, естественно, когда людям говорят такие вещи, они скорее воспримут это как обвинение, они встанут в оппозицию, они просто даже слушать не будут о том, что он говорит. Хотя, может быть, по сути-то он вещь правильной говорит, но вот как он это говорит, вот получается, что слова просто не доходят. Это получается непонимание. Ну, ладно, про бревотину это на самом деле было один раз. А так, я сам никому, я даже стужусь этого, что я, в общем-то, не проповедую, хотя должен это делать. Я отвечаю местами из Писания только в тех случаях, когда речь заходит о вере. Я знаю, что это люди, ну, они верят как хотят, и им бесполезно что-то объяснять. Зачем мне вот им что-то насильно... Я не хочу насильно никому ничего вталкивать, никакую веру. Вот, а я ему говорю, мужу моему, а ты поезжай тогда к Игнатию Тихоновичу в общину, вставай в 4.40 утра, делай ту работу, которую они делают, тогда посмотрим, насколько твоя вера действительно будет жива. Вот, тогда я первый за тобой пойду и скажу, что ты прав во всем. А я говорю, ты уже от меня отступил, ты пошла к неверующим людям и суд вынесла к людям, которые к вере вообще никакого отношения не имеют, и ждешь от них какой-то поддержки. Рассудите нас, Игнатий Тихонович. Так, вас Юля звать? Так, возьмите к себе поближе микрофон, я иногда буду что-то спрашивать. К ней склонитесь, Вячеслава, уши за экран. К ней, еще правее, правее. Сделай, я хочу просто. Да, да, подвиньтесь к ней. Это тот случай, которого у меня не было. Вы не ревнивая, Юля? Я поцелую Славу сейчас. Это у меня редкий случай, до десятилетия такое бывает. Как он порадовал меня, то, что рассказали. Для меня нет больше радости, говорит евангелист Иоанн, как слышать, что дети мои ходят в истине. И то, что каждый раз, говорит, ты другой, иной стал, это высшая похвала. И все, что он делал, абсолютно все на пятерку правильно. Ну, где он, говорит, я мало говорил, но тут четверку можем поставить. Потом, ну, не ниже, уже никак. Поэтому, я говорю только на основании того, о чем наш Господь спросит на суде Божьем. Священник прошел, как наемник. Начнем с того, что вот вы говорили, заботились, а вы на это не смотрите, что он сказал так. Вы продолжайте работать. Найдите выход, как прийти, рассказать, четко и ясно выразите. Вот правило такое-то, гласить так-то. Воскресенья поклонов нет. А они как говорят? Ну, народ тупой. Он ничего не понимает. И кто это говорит? Архимандрит Иоанн Экономцев. От патриарха была комиссия, создана по мироточивым иконам. И там ходит Павел Флоренский, этот, который внук того Павла Флоренского. Он ректор какого-то там геологического университета. Там такой свет патриархии собрали. И в конце концов пришли к выводу, проще сказать так, не чертили, смеются над нами. Подбросили нам мироточение. Народ погибает, а мы что делаем, чем занимаемся, исследуем. Вот какой смысл. Я могу дословно в кавычки это вынести, как есть. Наконец-то сказали свое веское слово ученые, патриархии. А я с первого дня говорил. Сатана с неба огонь будет сводить. Бог не сказал, что через чудеса приходить. А написано, что иудеи требуют чудес. Они прям требуют. Это у вас иудейская вера. Елены ищут мудрости. Вот им нужна философия. Все это, как вы сказали, Блевотина. Не бойтесь этого слова. Это Писание говорит. Я однажды выступал на Конгрессе интеллигенции. Ну, я как старост, у меня от религиозного общения. Там даже лауреат Нобелевской премии Жарис Алферов был. Ну, такие, очень знатные там, ректорат, администрация. Ну, и как раз речь шла о том, что толерантность должна быть. Чтобы экстремизма не было. Я вышел из Библии за кафедру. А что интересно, всем дают 10 минут, а мне всегда только 5. Это всегда, везде, даже не договариваюсь. И они не знают, в любом городе везде одинаково со мной поступают. Это Бог так ложит. Я за 5 минут им наложу столько, что они ровно на 7 лет хватит им. Как мне Архимандрит Юрасов сказал вам в Росе. Побыл у меня один день, и говорит, мне на 7 лет хватило это. Я говорю, вот смотрите, холодный и горячий. Холодный – это экстремист. В ненужную сторону. А горячий – это тот, который кверху влечет. И вот таким должен человек быть. А вы говорите, что не такие. Вот которые сидите, президиум за столом. Вы как раз толерантны, и вам все равно. Вы говорите, нужна терпимость. А когда дом терпимости так называется. Поэтому просите прощения. А подана специальность имеет в корне слово «прости». Вот так. Это вы к толерантности пришли. Вы знаете, о ком так говорится. Древнейшая профессия. Она в самом себе «прости» просит уже. Она виновна по-за глаза. И вы, сидящие здесь за столом, все блевотины. Они голову опустили. А за мной выходит... Передо мной вышел доктор юридических наук. И говорит, и говорит до того правильно. Правильно. Сорокин Виталий. Я пришел, когда я из дома, я такие вставки делаю. Я ему позвонил и говорю, скажите, пожалуйста, вы откуда это все могли узнать-то? Я за ним вышел, мне почти не пришлось говорить. А открытым оком 12 томов у меня зря на полке стоят. Он ходит в магазин и купил мои книги. Ректор юридического там какой-то там завихрениями. Так вот здесь. Вы поступили абсолютно правильно. Но дальше на этом не останавливайтесь. Какой бы ни был тупой народ, сектанты никогда не назовут его тупым. Они с ним занимаются. У немцев, в принципе, человек бывает такое, что там болезнь Дауна, не хватает у него каких-то хромосом, он весь вот так вихляется. Его учат хоть что-то делать. Его-то умудут 22 года, его научили наклеивать обои. И впервые родители увидели у него сияющие глаза. Он к дедушке с бабушкой каким-то сходил, кому-то помог и вернулся, своими руками сделал. То есть они учат, не бросают. А у нас только около церкви просить на выпивку. Никого не надо пренебрегать, совершенно ни к чему не пригодный. Ты сделай годный. Ограни его, чтобы алмаз заблистал всеми красками. Просто камень, который не отшлифованный, не обделанный вот такими камнями. Это хорошо описано у пастыря Ермы. Если не считали, потом прочитайте. Ерма. Ерма ему Павел привет передает в послании к римлянам. Называется пастырь. Как строят, потом булыжники отбрасывают, потом их обтесывают. Вот такой этот народ. С ним надо заниматься. Обтесывать его живым словом, тесалом, языком нашим. Вол молотящий, это ты. А потом подойди, посмотри, какой другой священник. Начни с мало, с другого. То есть всесторонне, проникновенно. Слова Божьи запоминай наизусть с указанием места. Щетка, глава и стих. В кавычки, чтобы шло. Ты верен Богу. Как поддержка вам. Это фильм Еремия. Еще раз пересмотрите его. Еремия. Если не смотрели. Смотрели, очень хороший. Видели, да? Как он первый раз выходит. Как он боялся. Как он прятался. И, наконец, в разных видах Бог является. Наконец, он выходит. И когда заговорил, и какая речь понеслась. А один стоит. Он пророчествует. Вот. И о вас то же самое скажут. Ваши слова должны быть в пророческом духе. Теперь, последние слова ваши. Вы сказали, вот, надо, Вячеслава, пускай едет сюда, к Игнатию. Я эти слова мимо не пропускаю. Я вас обоих приглашаю. У нас с 12-го будет крещение в полное погружение. Вы отдохнете здесь. Мы будем ходить по полям. Как раз это ягодное место такое. С собой сахар только прихватите банки. Наберете клубники. Все это здесь на кухне у нас обделаете. Но у нас будет такое время, которого у вас, может, никогда больше не будет. Это очень здорово. Заранее сейчас на работе поговорим. Никогда за работу не держитесь. Вот вы его сказали, вставать 4.40. А что, разве не встает он еще? Я в этом еще пока не могу. Надо, надо. Потому что сон это один из определителей духовной жизни. Подставьте. Завтра я встаю в 6. Потом постепенно по 5 минут хотя бы отрывай каждый день. И, наконец, ты выйдешь. Ну, не сразу. Сразу трудновато. А, перемени верхнюю шкалу, когда ложишься спать. Пораньше ложись спать. Днем никогда, нигде, чтобы тебя жена не видела лежащим. То, что где-то поврось, это неправильно. Нитка оторвалась. Она пошла с узлами. Муж это иголка, жена нитка. Куда, говорит, иголка, туда нитка. Это ваш вопрос. Но я вам говорю заранее. Заранее. Сатана этим воспользуется. Он в эту щель ведет свои ветры, свои войска. Никогда ваш муж не повинен перед вами, если только у него не завелась другая июля. Если этого нет, все остальное уже на вас. Вы не имеете права этого делать. Ни одна мусульманка за 1300 лет этого не сделала. Никогда. Так, вы запомните, что хотите сказать? Сейчас я закончу. Вот, теперь дальше. Нас интересует вопрос работы. Так, я не понял, чем вы занимаетесь. Но я с первого дня, как обратился, вот я уверовал. В это время я еще был на корабле, учился в высшем мореходном училище. Я сразу понял, мне нужна голова, а я занятый. У меня грамота, знаете, как таким потоком шла. Я сразу добился разрешения сдать три курса за год. На одном из иностранных языков, английский, немецкий или французский, все предметы. Высшая математика, годовая программа, я это за полторы недели уже сдал. То есть, мне просто Бог открыл. Я тут особого труда как бы не имел. Ну, три курса за год, это явно, что не на дороге валяется. И тут я понял, когда обратился, это у меня еще до обращения было. До 27 сентября 1962 года. Я понял, Господи, дай мне свободную работу. Я увольняюсь, поступаю, я прораб был, техникум строительный у меня. И теперь мне нигде не дают работать. Я еще плотником. Плотник это полы настилать. Все нужно там дезинфицировать, как проработать. А другие это этого не делают. А потом полы взрывают. А у меня как легла доска, она не колебнется никуда. Рамы вставлять в двери. У меня все время было 280-300 процентов. То есть, это три полновесных мужика. А как это? Да я метр 72, у меня рост, ну, вес там где-то 62 килограмма. Я не какой-то там здоровый. Это Бог так дает. Самые лучшие методы. И свободное время, когда я себе еще одну работу подхватывал. Кому-то дачу сделать или что-то. Вы всегда должны быть при деньгах. Платить хорошую десятину. Я вам ни секрет не делаю. Говорил об этом. Я сразу решил давать 9-10. 100 заработал, 9-90 отдаю. И поэтому мне все время надо было упираться. В домашних обстановках, на работе, везде. Там разные работы. Переплетаю книги для организации. А голова все время свободная. Я все время где-то гляну, посмотрел. Магнитофон работает. Я златоустыно считал, жития. И все запоминаю. Все сейчас в интернете спрашивают. А это невозможно сделать одному? Невозможно. Я был не один. Но я избрал такую работу. Никаких коммерций в то время не было. Это советское время. Работа. В поте лица. Есть хлеб свой. То есть я прихожу домой, у меня пот все еще течет, когда за стол сажусь. Вот как надо понимать это. А не просто я на работе потный. И вот что за работа у вас так? Пересмотрите. В вопросах житейских жена бывает иногда острее меча. И лучше мужа видит. Нигде не пренебреги с обетом жены в этих вопросах. В этих. Вот она скажет. Давай где-то поближе. Посмотри. Внимательно рассуди. Это Ян Златоуст говорит. Это не мои слова. Почему? 31 глава. Притча Соломона об этом подробно говорит. Вот. И вот уже вас Господь сближает. Вам не надо будет искать друг друга. От отца вы уже оторваны. К отцу желательно, чтобы вы походили только с разрешением мужа. Абсолютное полное подчинение. Даже письмо кому-то жили написать. Пока муж аминь не поставит в конце, вы не должны письмо отсылать. Абсолютно и полно. Это по Евангелию. Отцу не поняла. А послушание говорю. Речь о моем отце шла. Он не приемлет моей веры. Нет, не об этом. Что вы уходите к отцу своему. Я так понял иногда. Нет, нет. Она обратилась к моей матери. Мать рассказала отцу о моей ненормальной вере. Я не понял. Я подумал, что она иногда уходит у отца, живет. Нет, она живет отдельно сейчас. Просто она работает у себя в городе. У нее работа там. Это не надо. Это прекратить буквально сегодня. Не оставлять и не отпускать. И вы просили совета, я вам даю. Второй раз уже не спрашивайте. Я никогда не спорю. Я говорю, это единственный выход. Другого нету. Как? Двое вместе, говорится. И соединена одна плоть. Она никуда не может оторваться. Никак. Нарис Михайлович. Я сейчас закончу. Смотрите. Вы пока успеваете обдумать. Жена когда торопится, у нее мысль не дает раска. Она просто проваливается. Вы обдумайте, что я вам сказал. Теперь относительно Потеряевки. Это серьезно. Посмотрите. Что тут в Москву-то? Наш сейчас Виктор Андреевич уехал. У него там командировка у врача в Москве. Поедет парализованного Сергея в Воронеж. Мы-то раз здесь только проехали. От Владивостока до Лиссабона. От Тихого до Атлантического. Это ради Бога. Ради Господа. Вы должны Вячеслава всячески поддерживать. Товарищи, что признали, что не такое. Это здорово. Понимаете? Это уже внешне засвидетельствовали, что Дух Божий в нем трудится. Ему не надо постепенно как-то подводить. Надо четко и ясно. Вот пример. Смотрите. И у меня не друзья они. Меня сажают в камеру. Но так как меня вело КГБ, то посадили в камеру, называли камерой академиков. Один преподаватель второй группы космонавтов. Это какой уровень? Другой во главе директоров шел. Там секретарей партии и прочее. Вот мы были вместе. Я им говорю, отвечаю. Да ну там какая-то книга, что там у тебя, Библия, мало что напишут. Бумага все терпит. Но проходит два дня. На третий день я уже не отвечаю ничего. У них вопросы не решили. Они оба уже договорились. Я кончил молиться. А я по час, по полтора, пять раз в день становился на молитву. У меня все время занято. А с восьми до десяти проповедь открывается дверь, охранники. То есть у меня совершенно необычное было заключение. И вот они уже спрашивают. Одна Владимир, другой Анатолий Максимович. И он говорит. А как у вас там в Библии про это написано? Все. Вот теперь открыта дверь. Они по каждому вопросу на третий день начали спрашивать, что написано в Святой Библии. А он физик-математик. У него как компьютер работает. Вот я ему какие-то задания дал. Говорю, вот 666 это и из букв. Дал ему алфа. Это что-то, ну, R100, S200, T это 300, A это 1, M это 40. То есть знаковое. И имена, если написано Мария, то соединять сколько будет? А имена бывают двойные. Найти 666. И он пророчил, и все имена выписал из Библии, какие знали все. И он нашел три соединения по 666. И все это в уме решал. Шконка у него не внизу, а там вверх. Он у него приклеил вот так. Я попутно вкрапляю. Голова должна быть свободна. Вот такая работа должна быть. Это я говорю по себе. Вы можете быть директором где-то, но вы никогда не достигнете того, что хотели бы достигнуть. И вы будете при деньгах. Сегодня на стройке зарабатывают очень хорошо. Везде нужны слесаря, токаря. А в экономистах нигде нет объявления. Не нужны. Их научили столько, что университеты закрывают. А вот первое место, самое главное, это фермер. Тракторист, комбайнер, который хлебом кормит. На втором месте это текстильная. Шьет одежду, ремонтирует машину, обувь. Третье это строитель. Ну как, Бог первое, что Адаму дал пить, поесть. Второе, это когда согрешил, одел. А потом уже на шлении пещеры спрятались. Вот. И поэтому, что вас не признают, и там, кто на какую сторону, кого перетянул, это никогда не глядите. Чем ближе будет жена, вот как меня Бог наградил, она везде все конспектировала. Тогда не было магнитофона. И после каждой беседы с сектантами мы тщательно проигрывали заново всю ситуацию. И я видел, вот в этом месте я не выделил какое-то слово. Ну, Андрей Кураев меня считает самым-самым великим во всей России чуть не за тысячелетие. Смешно даже. А у меня ни грамоты, ничего нет. У меня есть только внимание и желание, и любовь к Богу. Я никаким себя не считаю. Мне не надо там гордость. Я вообще этого не знаю. Я не знаю цены деньгам. Меня Бог просто вычистил, убрал, и я не знаю. Сейчас в интернете. Да вы понимаете, 38 томов издать. Это какие деньги? Да миллионы. А у меня минимальная пенсия. 5608 рублей. 70 что ли там евро. А откуда? Сказать не могу. В день издания приходят незнакомые люди, стучат в дверь, дают деньги и уходят. От Бога. Вот попутно скажу. Маркер Экспресс, газета такая. И писали, помощь с того света. У нас одна была женщина, она у меня комендант эконом была здесь, два дома, которые я выиграл в процессе, Надежда Павловна. И она упала, сломала руку, и дальше болезнь, болезнь, и она сильно болела. Я говорю, ты сейчас, ну она верующая, причащается, исповедуется, как отойдешь, поклонишься Господу, 40 дней на мытарствах душа пройдет, и там Божьей Матери поклонишься, а потом подойди к Николичу Дотворцу. Он любит помогать золотишко подкидывать, чтобы у меня первая книга, не могу ее достать, денег-то нет, и ты уж попроси, он мне даст, мы с ним давно знакомы. Ну 40 дней проходит, у меня где-то, ну прям рядом-рядом уже деньги надо, ну уже выкупать первую, эта книга стихов, которая была. И все спрашивают, ну как, а все знают, все молятся, ответ есть, я говорю, ответа нет, никакого нет. Ну после обеда в дверь стучат, заходит человек, незнакомый с аквояжиком, дал деньги, одно условие, чтобы никто не знал, что я вам дал. Это как раз 40-й день, когда Надежда Павловна отошла, и называется помощь с того, то есть нужно иметь глубокую веру. Вы сеете, вас не приняли, это ничего не значит. Если будет кощунник, то можно ответить ему, надо знать писание, только писанием отвечайте, не мудрствуйте. На каждый довод есть контрдовод, четко и ясно. Я говорю, вот мы сидим, я в степи, отдыхаю, приехал у меня отпуск, я один в степи. Приезжает знакомый директор с сыновьями, мы сидим у костра, и он что-то решил меня подоткнуть. И говорит, а вот потеряевка-то закрыта, уже 20 лет скоро не будет, земля-то уже теперь вам не принадлежит, и так. Он все спорил, а я говорю, 23-й, кажется, Псалом, и говорю, земля Господня, земля и что наполняет ее. Он посидел, ну-ка повторить еще, сказали. И я опять, он помолчал, встал и говорит, ну я тогда поехал домой. Да того интересно! Я всей силы Писания не знаю, я знаю, что только дьявол знает. И когда в пустыне он приступает ко Христу, Христос, он Бог, он сама премудрость. Но Христос цитирует три раза Библию, искушение. Три раза цитирует. Зачем он цитирует, как цитатник Мао? А потому что дьявол был на небе, и он знает. Эти слова имеют какую-то силу, как бы лазерный луч испепеляющий, выходит и попаляет все. Меч обоюдоострый. Да, и вот в фильме есть такой Моисей, когда он там ушел в город, и в это время вокруг скалы обивается огненный луч, и плавится камень, и эти шкрижали. Буквы пишутся, а ямки-то идут, а то выплавляются. Вот примерно так. Христос говорит, написано. И дьявол мог бы сказать, да мало еще написано, но он не скажет этого. Он знает, Бог сказал, и так будет. Непременно так и будет. Вот, к примеру, на днях... Вот я где-то, может быть, сегодня выставлю ролик. Зашел ко мне один пятидесятник. Видно, хороший парень, просто хороший. Но он пятидесятник. И он меня подзуживает. Вот вы не ответили, значит, не знаете. Вот доказать не можете. Ну, как будто мальчишке какому-то говорит, прыгни, прыгни с крыши, ты боишься? Тебя ангелы понесут. Я вижу, что нельзя отвечать, сатана подходит. А почему сегодня не может, разве Бог дать, как апостола Павла, для сектантов отдельно? Ну, даст вам антихристы, другого не даст. Написано, во-первых, пророка. Во-вторых, там, апостолов. А в-третьих, учителей. Учителя святые отцы. Ну, не написано, за ними в-четвертых снова апостола давать будут. Понимаете? Это не написано. А не опять апостол дал бы Павел, чтобы не рукоположенный был, а по этими Христом-то. А они бы от него рукоположение получили. Этого не будет. Время апостолов закончилось, ушло, пищать поставлено. Теперь идут учителя церковные. Златоус, Василий Великий. Я не быстро говорю? Не, не нормально. 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 Я вот относительно... Главное это в этом, что вас признают, что вы не такой стали. Вы мне такую радость сегодня принесли. Я каждый раз смотрел на вашу фотографию, и которые у меня заходят, мои друзья смотрят, и я вам характеристику давал. Посмотрите, говорю, какой ясный у человека взгляд на фотографию. Вы не примите только такую похвалу, потому что похвала это укус змеи. Человек уязвляет. Я просто говорил, посмотрите, как он мудро смотрит, какие у нас рассуждения были. И Бог обязательно будет открывать ему истину. Так что его тревожить нельзя, Вячеслава. Никак. Только поддерживать. Ну, а вы все это сами себя укорачивайте, чтобы нигде не заскочить, не быть дерзким. Священник говорит, а вы опустите голову и поблагодарите, отойдя и скажи, благослови отче. Если он намертво не хочет, постарайся начинать с другого конца. Он будет называть тебя эритик, сумасшедший. Я 26 лет на учете стоял. Психиатрия. 26, это не два дня. Почему это время было? Хрущев сказал, говорит, у нас нет политзаключенных, есть сумасшедшие. И всех генералов, всех подряд занесли туда. А теперь злоупотребление советской психиатрии. Я полностью реабилитировал, это все списано. Но это мне помогло. Я не убежал за границу. Я не стал в институт международных отношений поступать. То есть мне все преградили этой статьей в военном билете. И это мне было на великую пользу. Они-то думали, мы ему перерубим все. А получилось наоборот. Я не стал заниматься, чем занимался, изучением языков. А стал только Святой Библией и людьми. С людьми. И 53 года как один день прошли. Вот это, я считаю, все почти, о чем вы сказали. Не расставаться, быть рядом, поддерживать, считать Слово Божие. И постараться голову освободить. Я вот строгаю пол, а сам размышляю в это время. Сам размышляю. Вот у меня просто оно потоком идет. Если не знает Юлия, я скажу, у меня написано, издано 38 книг. А еще 7 томов, которые в интернете, которые не изданы. У меня не на что издавать. И 4 тома стихов по 800 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов. Это 36. И эпиграф. А каждая страница это 42 строчки. И все 800 страниц заняты 3467 стихотворений. И у меня черновики, ни одной поправки нигде нету. Этого не бывает. Это невозможно. Я вот считаю с Володей. Я ни одно стихотворение своим признать не могу. А как я буду гордиться, когда не мое? Что у тебя есть, чего бы ты не получил? А если получил, чего хвалишься, как будто не получил. Павел говорит так. Это Бог дал. А вот даже предпоследнее у меня тут есть. Это рыбацкая шхуна с волнами боролась. На видеоканале увидите. Виктор поет. Я был моряк. И вот прослушайте один раз. Сколько там заложено. Мы сегодня прослушали. У меня близко даже этого нет. Я Бога благодарю. И вы любое стихотворение, которое Виктор-то поет. Он стихотворение 80 положил на музыку и исполняет. И вы увидите, там двойной-тройной подтекст. У меня тут председатель или секретарь старейший был поэтов, Марк Юдалевич Иосифович, еврей здесь. Я ему одно стихотворение прочитал, так он аж отшатнулся от меня. Говорит, у меня ни одного такого нет. А у него там столько, он 96 лет жил, столько написано. А я в один день отрубил, лет 5 назад. Все, ни одного не пишу. Рука аж дрожит, охота написать. Нет. Все время молитва и форум МФ. А там была Марфлот МФ. Знаете, как интересно. Надо жить азартно, красиво. Азартно не христианское слово. Но к тому, говорю, чтобы не спать, не быть квелом. Ну, а она против сказала. Ничего, слабый сосуд, утлый. Как святые отцы говорят, дырявый сосуд. И поэтому ты должен довести ее до Царства Небесного. А вы, Юлю, благодарите Бога, что мужа Господь коснулся. Не пригасите тот огонек, который разгорается в нем. Это может быть начало пробуждения того места, где вы находитесь. Нам никогда не надо брать на себя миссию. Вот вы пришли не ко мне, я вам отвечаю согласно Слову Божию. Так написано. Вот так написано. Три раза и сатана отступил, ни разу не возразил. И нам не надо возражать. Беседуйте с сектантами, и они говорят, а вот Библия написано. Если можно, с ними шапку. Если только не холодно. И никогда не перебивай, пока не досчитают. Если беседовать, сразу договоритесь-ка в шахматах. Равное время, кто-то, чтобы записывал. По пять минут, по десять. Ну, то есть, опыт такой есть. То, что вы сказали, ничего тут смертельного нет. Относительно сна я вам подсказал. Решительно, начините, объявите, и все. Павел говорит, смиряй и порабощай тело мое. Да вы пропаду и другим, саму не оказаться недостойным. Вот. Я вот сегодня разговариваю с сектантами. Я говорю, вы оцените душу, за которой Христос умер? Ну, конечно, на небесах радость. Ну, запишите. Да что записывать? Ну, чтобы вы не отреклись от этого. Но от кто согрешает против ближнего, и душа соблазняется, от Христа уходит. Уже обращенное. Бог спросит? Да, конечно. Как это? Из рук Христа похитить. Так вот, кто соблазн подает, за него умер Христос, Павел говорит. И поэтому, кто ест, ест на соблазн. Вы знаете, что у нас Великий Пост. Зачем вы, баптисты, едите? Не буду есть мясо, Павел говорит, вовек. А вы едите. Где ваша любовь? Вы что, православных считаете неверующими? Да нет. Ну, а почему не делаете? Теперь я к православным. Вы знаете, что сектанты не пьют вино? Зачем пьете, такой соблазн подаете? Павел говорит, не буду пить вина и есть мясо. Вот давай, мясо пусть не едят баптисты, а православные пусть не пьют вино. Для того, чтобы их не соблазнить. За них тоже умер Христос, но они не в церкви. Покажи им церковь там, где есть рукоположение. Есть епископ, патриарх, священник. Никуда из патриархии, ни под каким видом. Вот так, когда огонь горит, и человек у кого-то к сектантам потянут, он пошел в мозги, свернет ему сатана, и дальше он к адвентистам, куда попало, потянется. Не допускайте этого. Четко стойте. С нами вместе за столом сидят Златоуст, Иоанн Кроштадский, Серафим Саровский. А сектанты, они сироты. Они не дома. У них никого нету, кроме сектантов. Они никого из них не признают. Канонов нет, соборов нет. А у нас все это есть. Это я вам попутно просто подкладываю такую пищу, не очень твердую. Вот. У меня любимый пророк Иеремия. Вы тоже обдумайте, кто вам более ценен. И пророк Михей. Он везде говорит, так говорит Господь. И ни шагу назад. Я думал об этом, и мне кажется, что Давид, он так любил Господа, мне кажется. Да, но у Давида были такие кульбиты, что он дважды повинен был смерти. Да, это да. Прекрасно мы его знаем, его характеристику. И говорят, вот каким должен быть президент. Образец это Давид. Давид и государство расширил. Но сегодня нельзя ему подражать. Никак нельзя. Потому что мы в Новом Завете. По жестокости Давиду не было равных во всей Библии. Не было. Он садист был, самый настоящий. Пленных брал, клал на землю. И начинал веревкой отмеривать. Отмерил две веревки. Но две веревки, это означает 5000 человек, допустим. Веревка-то длинная. Вот их сбросить со скалы в пущели. Ему зачем надо было? Еще две веревки отмерил, 5000. А этих же сейчас венцем. Его никто не заставлял. Я не про это говорю. Я именно вижу его любовь, как он любил. Я про это и говорю, что в Новом Завете во всем мы не можем подражать. Не, во всем. Я вас понял. Но когда будут говорить, вы понимаете, что да, жестокий был, но его Бог за это не упрекает. И поэтому мы говорим, но упрека в этом нет. Вот он мужа убил, жену забрал, он за это ответил, и Бог не отнял от него. Он говорит, Духа твоего святого не отними от меня после согрешения. Значит, Дух святой даже после такого тяжкого согрешения не был отнят. Он любил Бога, любил до самозабвения. Самая читаемая в мире книга, бестселлер, самая-самая, это псалтырь. Ежедневно, ежечасно, во всем мире ее читают. И читают ее 3000 лет. Поэтому Давид для нас это образец царя в смысле преданности Богу Иегове. Вот все. Если, может, что-то упустил, напомните. Да нет, вы очень объемно ответили. Можно спросить. Игорь Тихоневич, то есть вы считаете, что мне нужно с работы уволиться? Нет, я не говорил этого. Надо рассудить. Не-не-не, нигде. Я только говорю о том, что вот он проповедник, работа должна быть, чтобы голова была свободна. Иначе он будет работать, ну, просто минимум будет брать. Ему все время вот этот счет будет делать, где-то там провернуть какой-то доход. Бог даст в другом месте. Вот я говорю, как мне Бог положил с первого дня. Пришлось мне училище оставить, уйти отовсюду. Я сдавал в разные университеты, там, институты. И отовсюду пришлось уйти. Бог мне отрезал и показал статья моя. Я просто получил от Бога вот такой щелчок и на этом прошел и понял теперь до конца. А если бы не так, ничего бы этого не было. А работу сами посмотрите. Быть как можно ближе. Вот он что делает? Ладно или не ладно? Я не советчик вам. Найдите, кто в этой области занимается, чем вы думаете заниматься. Поговорите, если он духовный. Ну, не каждому совету верьте. Написано, другой будет советовать в свою пользу. Он из себя постарается раба сделать. Серахов об этом говорит. То есть, и тут надо индивидуально смотреть. Ну, и надо быть ближе. Какие ходят беседы, где на 100% его поддержите. У него я не нашел изъяна в вере ни в чем. Все правильно. Правильно. И ревность это, и разумение, и что увидели, что не такой. А вы послушали, опять видите, вот такая-то ситуация. Что бы тут Дух Святой сказал? Вот. Что Дух Святой скажет? Вот вы пришли, сегодня позвонили. Я не понимаю так, что вы ко мне пришли. Вы пожелаете получить ответ от Бога. А я должен быть верен. Я вам говорю, место Писания, вот это написано, вот так-то. И на этом все. Должны быть где-то рядом. Вот у меня она, Надежда Васильевна, она учитель была. Ее выгнали. Лишили права учительства, права заниматься с детьми в детсадах. И это ей было на пользу. Она пошла на стройку штукатур-маляр. Выучилась, закончила, на дне пятерки все. И начала работать на стройке. Переквалифицироваться, это ничего не значит. У христиан это в порядке вещей. Работа должна быть такая, чтобы ты в воскресный день был свободен. Никаких скользящих графиков. Чтобы ты был в Храме Божьем. А что делает человек, вот, например, супруга моя говорит, что я еще как бы не готова ступить на эту ступень, вот, как бы, на которой ты стоишь. Нет, неправда. Но, что я не готов оставить мир, там, я живу в этом мире. Что не готов проповедовать. Нет, 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 отставьте, чтобы не нагрешить больше. Нигде этого нет. Вот, иди ко мне, вот сидит мытарь, левий. Он собирает налоги. Прекрасная должность у него, дом, все, дача, машина. Но Христос подошел и говорит, иди за мной. Все, бросил счетчики свои, компьютеры, калькуляторы и пошел за Господом. То есть не нужно какие-то, это, копить в себе какие-то знания, чтобы что-то сразу услышал, пошел, тебе разгорелось это. Все, но смотрите, вот, Господь исцеляет Гадаринского грешника, бесноватый. Ну, какие у него знания, он бесноватый, он вообще не знал. Он хватал человека, валил, горло перегрызал, кровь пил, люди боялись ходить там. Ну, вот он исцелился и хотел идти за Господом, а Господь говорит, иди к родственникам и возвещай. Уже проповедник готовый. А он всего, может, один час только учился. Иди и говори, Иисус меня спас. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Он умер на Голгофе за меня. Меня грешника помиловал он. Пусть люди видят эту радость. Я был бесноватый. Я жену гонял, с деньгами не мог распорядиться, товарищей гнусных имел. Бог от всего меня избавил. Аллилуйя ему. Вот так, покажи. Что парадоксально, раньше я совершенно противоположный образ жизни вел. Я и пил, и чего только у меня не было. К друзьям относился чрезвычайно плохо. И там их, как бы это называется, и злословил их, и матерками все у меня было. Все это они готовы были принять. А то, какой я стал сейчас, они меня отвергают. Вот это здорово. Понимаете, это как раз и говорит, что вы уже избраны Богом. Больше, большего не желайте. Если противник, враг Христов тебя хвалит, думай, какую же ты глупость сделал, что враг тебя хвалит. А если он тебя поносит. Ну, представьте, вот немцы очень ненавидели там Жукова. Ну и понятно, он их колотил на всех фронтах-то. Как они могли его любить-то? Они и не могли его любить. Почему за Павлом гонялись? Потому что через него многие евреи обратились. Через него язычники пришли. И по-другому они не могли относиться. А он говорит, если я поныне проповедую обрезание, за что же меня гонят, братья? Значит, я не такой, как они, не проповедую обрезание, не проповедую матерки. Все по-другому. Он и Иисус, Он меня избрал. Он вложил в меня новую песнь. И ты учись другие песнопения. Вот у нас поют баптистские песнопения. А нам вот теперь еще это караок, это японское придумали, буквы-то идут. Ну, заряди, столько песен там, напиши христианские там баптистские песни. И там текст дается. У нас после службы собрание пройдет и готовят пока обедать тут. И всегда поют эти песни. У нас баптисты, которые пришли, а они попросили, чтобы еще не забывали. Накупили баптистских песенников и тут и поют. Поют, а потом занятия. Вы видели это. Надо быть религиозно талантливым. Это выражение я впервые просчитал у Андрея Кураева. Не останавливайтесь на том, что есть. Никогда не проходи мимо израненного. А священник, вы ему говорите, а вот раненый. Он говорит, да ладно тебе, он пошел. Он прямо поступил, как прища о Самаринине. Это самое жестокосердное сословие. Но самое жестокое, самое место, где портят больше всего людей у нас в стране, это семинарии. Самых беспринципных, самых безнравственных, самых бесхарактерных готовят они там. Из них вот такие они получаются. Они должны быть самые нежные, самые стойкие, со знаниями Писания. Ничего этого им не дают. Мы с архиереями сидели как-то здесь, а у него там фотографии, видать, семинаристы. Отличник. Это ваш волчатник, я говорю. И вы, как уголовник, будете отвечать. Вы их сделали такими. Они не были такими до семинария. Потому что я с ними слишком много общаюсь. Я вижу, какие они. И прислушается, да, прислушивается. Тайно подходит, говорит, записки под столом подает. Слово Божие касается. Ты никогда не думаешь, что ты сказал и ушел. Если ты сам от своей мудрости, философии этой гнусной, то ничего не будет. А когда ты сказал Слово Божие, а Господь говорит, Слово Мое не возвращается тщетным. Оно выполнит то, для чего я послал его. Одна фраза, и она может пробудиться через десятки лет в человеке. Ты ее четко, ясно скажи так написана в книге Порока Иеремея. Вторая глава, тринадцатый стих. Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды, живой оставили. Это первое зло. А выстегли себе водоемы, которые не могут держать влаги. То есть, вместо Библии другие книжонки подкинули. И теперь они начинают ссылаться на кого-то. И сихасты теперь задохнулись в этом. И все, прелесть. Это поповский жупел. Для них все гордыня прелесть. Они больше ничего не знают. А у сарабрятства так, ты еретик, переходи к нам. То же самое. А у сектантов как? А мы спасенные иконы и идолы. Тысячелетие царства будет на земле. Все. У всех крайне ограниченный сектантский взгляд. Широта взгляда должна быть. Ты должен понимать, почему он так говорит. Это у него главный грех. И постарайся ему разъяснить. Вот слово проблемы я никогда не употребляю. Считаю одним из ненужных слов. Поганых. А как? Нерешенные вопросы. Это не наше слово. Их не в Евангелии. Говори евангельским, чисто евангельским языком. Библейским. И ты увидишь, как враг попятится. Вот мы разговариваем. А что я говорю? К делу, не к делу. А ты сразу. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 сих. Всякое слово Господа чисто. Не прибавляй к словам его, дабы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. К словам Божьим ничего нельзя добавлять. А лжецов учись в озере огнем. Огненом. Откровение говорит. Ни один лжец царстви Божьей не будет. А вы надеетесь спастись. Очень даже надеюсь. Очень. Почему? Мы спасены в надежде. А сектанты говорят, спасены. Это обманывают себя. Потому что апостол Павел говорит, многие потерпели кораблекрушение в вере будущей. Многие стали как враги креста Христова. Да не будет этого с нами. Подходишь к двери, перекрестился, отрекаясь сатаны, всех дел его, всех ангелов, всей гордыни его. Никого не бойся. Вот мы поговорили, и у вас завтра уже все должно быть по-другому, о чем мы коснулись. Быть вместе на все беседы, бери Юлю с собой, и чтобы она записывала. Или магнитофон, или как-то. А потом разбирайте. Ни на шаг не оставляй, чтобы она не отставала. Кроме того, у меня на сайте, на сайте, 50 книг начитаны. Надо скачать, чтобы она дома там картошку чистит. Включила Библию и слушала. Я все время буду с вами. 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых. Ну, бывает, ты там ребенка качаешь, или какой-то рукодель, особенно на кухне, пол моет, стирает. Погромче включи и слушай. Это то, о чем она мимоходно как бы хотела сказать. Я постоянно с вами, Игнатий Тихонович. Да я каждый день с вами нахожусь. Я говорю, когда делает что-то, а вы-то со мной, а она как? Вот у нее времени нету. Нет, 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 ни на шаг не оставляй ее одну. Никак. Ты должен ее довести до Царства Небесного. Иначе упрек будет более горький. Посмотри как, в какое время она чем занята. Как сделать, чтобы ей было слышно. Вот где-то она голову повернет, услышит. Тем более сейчас на видео много. У нас очень богатый материал. 2700 роликов. Не считая начитанных там, а там тысячи-тысячи часов. Мы будем только радоваться, слыша о вас. Ну а на 12 июля я вам посылал маршрут. Посылали, посылали маршрут. Все, все. Вам не отказано приехать. Ну мы ездили в Москву, каждый год ездим-то. Так мы с грузом идем. Можно поездом сесть. Но перед этим уже где-то в мае, в апреле мы должны еще раз переговорить. Посмотрите со своей работой. Сегодня мирное время. Пророщат на в этом году Россию раздолбанят совсем. Будет война. Вот сейчас о Путине говорят заболел. Мы усилили молитву, чтобы Бог помиловал его. Чтобы не ушел из жизни без покаяния. Никогда не поносите, я повторяю, евреев. Никогда. Каждый день молимся за них. О, все. И никогда не отрекайтесь от десятины. Не отрекаемся. Все. А все остальные благословения посредине. Бог даст трезвый разум, хорошее отношение в семье. Бог так устроит. Помня царей начальствующих. И помним, вот мы помним на Украине порошинку, нашу паутинку. Всех помним. Мы тоже это каждый день молимся за царей. Так, что еще? Игнатий Тихонович, дайте, пожалуйста, моему мужу совет в труде, в дисциплине, чтобы не опускал руки, если даже его на работу не примут. Потому что бывает такое состояние, когда человек, ну слава, он впал в уныние, допустим, если у него что-то не получилось сразу, как вот он хотел. Ну, сразу ничего не получается, правильно? Вот я смотрю на вас, у вас пищали в глазах. Почему? Да, Юля. Ну, знаете как, я просто сейчас думаю о том, что вступая вот на этот путь, много ли было проповедников, которые семейные, у которых были дети? Потому что этот путь очень требует самоотверженности много. Правильно. Жития святых откроет, я не буду говорить. 1173 жития. 1173. И там вы выберете для себя, я уже не говорю, они насчитаны у нас, насчитаны на сайте. 1173, это 12 томов Дмитрия Ростовского. Путь-то славы. Хорошо у Тургенева говорится. Маленькие такие у него там, ну, просто такие, этюдики. И вот, что-то там у вас скрипит, скрипит все. Ой, простите, это я не... Все нормально, больше не будет. Вот, и там какая-то дикая, вон, под видом девушки, она стоит перед порогом, а там неизвестность. И голос ей говорит, если ты шагнешь, то ждут тебя такие скорби, печали. Родственники отвернутся, друзья будут смеяться, с работы выгонят. Будешь жить в нищете. И она стоит. Да ты думай, куда идешь ты, а не говорит, что за порог и куда идти. Вот так, ну, писатель. И она, наконец, решается, подняла ногу и через порог переступила и услышала, как заскрежетали. Будь ты проклята. А тихий голос сказал, святая. Понятно? Вот это Иван Сергеевич Тургенев пишет. Я люблю такие маленькие, и тюдики из них издавал, даже пленки насчитывал. Они побуждают к человеку. Там у него есть такой нищий один. Был богатый, много раздавал, а потом напали как на его, у него все разграбили, и у него есть нечего. И он пошел у дороги, встал, где люди идут, и хотел руку протянуть, рука, не потягивался. Он не привык брать, а только давал, а давать-то нечего. И кто-то дал ему пятак, купил хлеба, и до того он сладкий ему показался. И когда боялся протянуть руку, а голос куда-то... Он не видит, кто сзади говорит, а почему ты не протягиваешь руку-то? Он говорит, стыдно. А люди, которые у тебя просили, не всем было бесстыдно, кое-кому было стыдно. Тебе было приятно, да. И сейчас людям некоторым ты сделаешь приятность, если ты возьмешь от них. Он обернулся, а никого сзади нет. Видите, сколько поучений в таких маленьких рассказиках. Не бойся, даже сделал где-то не так, попроси прощения. А чтобы таких случаев было меньше, проколов, нужно все знать, о чем ты говоришь. Потому что мы, православные, вооружены, как самый настоящий воин. У нас все, и каноны, и патриарх, и епископы, и священники, и святые отцы. Ты только знай это, как сказать. Чего бы ради люди с такими знаниями, больше моих десятки раз, они бы каялись, сектанты приходили, обращались здесь. Это Бог делает. А я потом как-то спрашиваю, скажи, а что вас тронуло? Вот это мы впервые увидели, абсолютная, полная отдача. То есть вы не заботитесь ни о результате, ни о чем. Мне, я говорю, не дал Бог это думать. Я должен быть верным. Я возвестил, ничего не укоротил. Я писал в ООН, писал обличительные письма Горбачеву, который до него был Андроповым. Всем писал в Центральный комитет. И меня Бог пощадил. Ну, потом посадили, конечно. Прочистил меня Господь еще больше. Надо быть верным. Не упускай ничего. Имел сказать, помолись сначала. Я думаю, пойти поговорить со священником. Пошел, жене накажи, молись дома. Я пойду, мне тяжело будет. Я, чтобы лишнего не сказал. Лучше не сказать. Лучше не договорить. Нежели сказать лишнее. Ну, вот я вам попутно маленькие даю наказы. Слушаю. Так мы вот, когда ему говорили про Библию, в общем-то, я потом в конце замолчал, потому что он начал вилять. Там жития святых, то-то, сё-то, подводил всё к тому, что мы в прелести, и читать Библию ни в коем случае. У меня запомнилась фраза, я даже удивлен был. Он говорит, Господь так специально делает, чтобы люди не читали, не получали Слово Божие, чтобы защищает их от перегрузки, как я сказал. Наверное, даже вы такого не слышали. Это Сатана говорит, это уже не он говорил, это через его рот Сатана залез в рот и говорил. Мы вышли с... Это только дьявол, потому что идите и говорите. Это Галатам 1.8.9, это Анафия моему. Мы вышли с Юли, и у меня сразу как в голове, как ваши слова, высказывания о них всплыли. Волки лютые, сразу вот волки лютые, я сразу это вспомнил. Павел сказал, это Деяние апостола, 20 глава, 29 стих, это не мои слова. Да, ну да, да, я это имел в виду, я просто вспоминал, как вы говорите. Вот, и теперь-то меня считают в церкви реформатором. Вот, супруга моя, опять же, за поддержкой, еще и туда обратилась. Она сегодня звонила священнику, рассказала, что все признали меня ненормальным. Вот, ну там, естественно, начали говорить. Он, у нее замутненный взгляд, резкие движения. Он идет там непоправильно. Ну как, Юля, скажи, как? То есть они решают? Вот, решают. Вот у нас в другом месте там есть одна точно та же. Она готовится к окрещению, и родственники сразу объявили ее сумасшедшей, а они бесноватые вокруг ее. Просто говорят совершенно не суразные речи. Мы тебя в дурдом упищем. Это один и тот же дух. Это один и тот же дьявол. Вот когда Иова все состояние отнял, и вот прибегает один, всех поразили острием меча, я один остался. Опять другой прибегает, всех поразили, один я остался. Иова, книга, первая глава. Иоанн Затус говорит, это дьявол прибегал в разных видах только. Он одни и те же слова говорит. И когда пугают дурдомом и прочее, это явно, что сатана их... Сегодня дурдом не играет роль, а во времена советские они могли что-то и сделать. А сейчас ничего не сделают. А ты продолжай спокойно, по-хорошему относиться, поклонись, пологословись. И постепенно уйдет у них эта дурь. Они Бога не знают, они жестокосердные, а ты трудись на Ниве Божьей. Ты ради Бога это делаешь. А никто не обратится, а мне не дано об этом думать. Потому что и сеющий, и поливающий, ничто, нуль, нуль. А все Бог возвращающий возвращает. То есть растит, поднимается кверху. Пока пауза. Мы ходили в старообрядческий храм напротив этого, храма Христа Спасителя. Надо сказать, порядки у них гораздо строже, чем у новообрядцев. Четыре часа служба идет. Так вы ходили напротив... Это не старообрядческий, это патриарший. Вы не поняли. Как? Прямо на этой стороне канала, да? Да нет, в том-то и дело, что мы на Берсеневке, мы... На Берсеневке, я про Берсеневку и говорю. Отец Кирилл... Мы перешли от храма Христа Спасителя, дальше мост, мы через мост перешли, и вот там церкушка такая, как бы полуразвалившаяся почти. Нет, а это вот на Берсеневке, где отец Кирилл Сахаров, на Берсеневке. Ну, мне, нам там и сказали, Кирилл Сахаров сейчас, говорит, в отъезде у нас. Он все по-старообрядческий ведет, но он не единоверец, он прямо московской патриархии. Он везде служит по-старообрядчески. Ему разрешено, и никому это не запрещено. Я у него был проповедовал в храме нынче. Так они крестятся с щепотью, то есть у них все старообрядческое. Да, все, все, все. А старообрядцы-то что? Это то, что Сергий Радонежский, как князь Владимир принял-то. Это Никон придумал все это под греков. Сколько потеряли-то всего? Миллионы людей потеряли. Россию развалили. Игнатий Тихонович. Ну ладно. Как вы ушли совсем, вас не видно, один глаз только видать. Вот так. Вы нам насчет этого вопроса очень хорошо подсказали сейчас. Спасибо. На самом деле я подготовил вот эти вопросы еще до конфликта с супругой. Вот, вот это я вам хотел вопросы задать. Если еще есть у вас время. Давай, есть время, говорите. Очень хорошо, сейчас. Вы как-то по сторонам и получилось место свободное, никого нет. А вы разошли. Вот так, поближе. Давайте. Микрофончик поближе держите. Хорошо. Вот я записал, но уже, честно говоря, забыл о чем речь. Матфея 27, 50-53. Я сейчас открою. Прямо, прям мгновенно сейчас. Так, минутку, подождите. Так. Матфея, называйте, какой? 27-я глава, 50-й стих. 27-я, 50-й. Пожалуйста. Там говорится о том, что воскресли святые по смерти Христа. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Это Матфея 27-я глава, 50-й стих. Ну, до 53-го. Читайте, пожалуйста. И вот завеса в храме разодралась на 2, и потом. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресенью вошли во святой град и явились многим. Вот. Как явились? Во плоти или в духовно они явились? Воскресли написано. Никакого духа нет. Воскресли телами. Телами воскресли. Телами. А если оно духовно, как бы нет? Слово воскресли-то отпадает тогда. Они пришли, воскресли, вот как лазарь четверодневный-то. И вошли в город Иерусалим, и явились родственникам, и стали говорить. А нас Христос оттуда вывел. Он вот то, другое, они сказали им. А потом они, естественно, опять умерли, опять вернулись в свое место. Ну, ладно. Понятно. Это так толкует и анзотоусы, все святые отцы. Но тут из текста по-другому не выходит. О, я сейчас опять вернусь к прошлой, Настя, беседе. Я вас спрашивал, что это бесы, мол, не знают, что Христос, а что она знает. Вы мне тогда ответили на этот вопрос. А сейчас другое. Сейчас, значит, ангелы на небе тоже не знали, что Христос есть Сын Божий, вы говорите. Нет, не знали до времени, понимаете. Давайте еще раз повторим, как мы с вами говорили. Вот смотрите. Сейчас я буду говорить вам. Слушайте внимательнее. Вы только записывайте, что я говорю. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Запишите. Там, где бываете, там должна быть пачка бумаги и ручек 5-10. 1 Тимофея, 3, 16. И беспрекословно. То есть этому нельзя прекословить. То есть это абсолютно истина, не спорить, ничего. Тире. Вы слышите? Слышу, слышу, слышу. Я записываю. Так. Великое благочестие тайна. То есть это благочестивым принадлежит. Бог явился во плоти. Бог. Вот яговисты, которые не признают, что он Бог-то. Бог явился во плоти. Тут ясно сказано. Они его не считают за Бога. Одно из творений Божиих-то. Дальше. Оправдал себя в духе. В духе святом. Он в духовной был. Показал себя ангелом. Они его не видели. Они впервые увидели его в яслях. И ангелы говорят, что знамение. Увидите младенца в яслях. До этого они его не видели. Они его, может, миллионы лет славили, но не видели. Показал себя ангелом. Проповедан в народах. Принят верой в мире. Вознесся во славе. Вопрос закрыт. Я просто думал, что они даже не знали, что он как бы Сын Господь. Они знали, они не видели написано. Не видели. Все. Тогда вопрос сразу снят. Это я, наверное, не додумал. Ну, ну, ну. Так написано. Хорошо. Так. Во. Вопрос такой. Вот смотрите. Во времена... Ну, вот раньше. Там возьмем Новый Завет. Христос шел, проповедовал. Апостол Павел писал послание. Вы как-то поднимали уже эту тему? Ну, так краешком задевали в ваших собраниях. Но полностью не раскрыли ее. А мне интересно. Почему люди тогда понимали это, как есть? Вот эти послания, Евангелия. А мы сейчас настолько отупели, что ли, что нам нужно и толкование, и толкование на толкование еще разжевывать. Вот если посмотрим на то время. Вот апостол Петр вышел и сказал проповедь, 3000 обратилось. А сегодня надо 3000 проповедей, чтобы один обратился. Во-первых, испорченность сегодня ни в какое сравнение идет с тем временем. Что знают сегодня? Вот дети, я начальник детского лагеря, основатель. Это 42 года. И вот второй год уже я вел в правила. Кто играет на компьютерных играх, не принимать. Они бесноватые. Они совершенно бесноватые. Они не могут реальной жизнью жить. У него все рамкой монитора ограничено. Тогда этого не было. Просто не было этого. Никто это не знал. Загрузка информации, тем более ложной такой поставленной. Но не надо забывать, что Христос проповедовал. Он говорит, я поспослан к погибшим овцам Израиля. И когда он взял ребенка и говорит, таковых есть старстье Божие, это был не сын Пилата. Это был еврейский ребенок обрезанный. Он с детства уже все знал. Он уже принадлежал к народу Божьему. Тут надо до конца договаривать. Это был ребенок не язычника. И вот когда Господь проповедовал, и тоже не все принимали, потому что все ушли, а не хотите ли вы меня оставить? Да как так? Дух Святой еще не сходил. И только Петр один сказал, а к кому идти-то? У тебя глаголы вечной жизни. И все говорил, как во сне. Еще Господь его сатаной назовет Петра. Когда он начал заступаться там. Да не бойся с тобой этого. А сегодня, вот мы говорим, три тысячи обратилось. Это в один день. А сегодня каждый день обращается, каждый день, пятьдесят тысяч. Потому что проповедь идет по всему миру. Вот. Это надо во внимание брать. Тогда было в одном месте. Одна единственная проповедь. Только от Петра. Никто больше не говорил. А потом уже дальше пошло. Почему им не требовалось? Ну, в первую очередь сказать, что не требовалось, это не так. Вот. Они получали послание. И дальше не разумели. Приходили ученики, разъясняли. И Павел им сам разъяснял. Он сам там был. Приходил. Я говорю, первый раз у вас был послание к Коринфянам. Первое послание, оно по счету второе должно быть. И дальше, говорит, ладийкистом написано. Я, говорит, учил два с половиной года. А что он учил-то? А ничего не написал. Он за два с половиной года сколько мог сказать-то? Это полуниверситета. А учитывая, что, говорит, до утра продолжал иногда беседу, так это целый университет. И поэтому слова, которые приходили к ним, они не были им чужды. Для язычников, да. Это 15 глава Деяния апостола. Чтобы они не ели удавлены, не пили крови, воздерживались блуда, и другим того не делали, что себе не хотят. Это все. Весь моральный кодекс был. А дальше стало требоваться, видно, что люди не понимают, не знают. И для этого, как будет в третьих, Бог поставил учителями. Первое Коринфянам 12, 28. Бог это знал и поэтапно учил людей. Поэтапно. А когда сегодня бестолкование, мы видим, это все, где люди уходят в секты. Разделяет не Библия, а Библия бестолкования. Мы как можем разделиться? Ты у меня спросил что-то, я сейчас открыл, ага, Златоустом такой-то отвечает так-то, Блаженный Фефилак так-то, Блаженный Иероним так-то. Я ссылаюсь и говорю, Ирине Леонский, Киприан Карфагенский, говорят так. Они нужны, так они от Бога. Во-первых, и Бог дал, а потом разъясняет. Вот мы говорим, Давыд написал, написал и все понятно? Конечно, непонятно. И понятно было только верхушка. А тогда приходит Иоанн Златоуст и пишет целый том, он отнесен будет к пятому. Высочайших успехов достигал только Златоуст. А у него самая вершина была, это пятый том, толкование на псалтырь. Пятый том Иоанна Златоуста, толкование на псалтырь, это высшее, что было в христианстве сказано, растолковано. Это для себя просто знайте. А тогда не было, ну не было, в кривкость и толковали, кто хотел. Поэтому ерести так начали плодиться. И мы видим, без толкования ничего не получается. А сказать, что все понимали правильно, да не так, конечно. К ним потом Тита посылает и говорит, ты должен то-то, да-то сказать. Тимофей пишет послание, говорит, ты там-то будешь, там-то. И дальше он старается вызвать интерес к Тимофею, что он такой-то. Вы знаете, мы в одном духе проповедуем, он по-другому учить не может. То есть он сначала ему дает прекрасную характеристику, а он идет, несет послание и дальше разъясняет. Вот так. Как считаете, откровение 18 глава, она больше... О Москве. А не о Америке? О Москве. Вы спросили, я ответил. Так понимаю всегда. А почему, спрашивается? Вино блудодеяния. У нее нет никакого блудодеяния. Она грабит и грабит. Это просто разбойник Америка. А это написано, обогатились от нее. От Америки кто обогатился? Кто? Все в ней. Она все грабит и выкачивает отовсюду соки. Обогатились от России. Россия самая бедная страна. На 53-м месте по здравоохранению. И что? И говорит, семь голов, это семь гор. А Глинка пишет стихотворение. Москва семихолмовая. Она на семи холмах. Это, во-первых, учения нету. Дальше вот это. И дальше вокруг подтянули. И сейчас ее сожгут в один час. И купцы посыпят голову, какой город погиб. Это речь. Плотную подошли к Москве. От российских ракет сегодня тройная защита у Америки. Что только ракета из шахты вылетает, и уже три взрыва могут на ней сделать. Остановить ее на пыл пути или где-то. Это пишет у нас газета коммунистическая, КПРФ. Там военный спец выступает, говорит. На каком состоянии. Напротив одной дивизии у нас тут на Забайкале. Это 100 развернутых дивизий Китая. Бамбуковым и палками захлещут. Тут только одно. Только молись Бога, день прожил и слава Богу. Я на картах мира, она вся сторона уже разделена под разными красками. Одна. Я понимал все. Не понимал, почему Турция отойдет юг. Но нынче 1650 километров проехали по Турции, я понял. Справедливо. То есть, в сих позиции, конечно. Справедливости тут никакой нет. Но с сих стороны. Это очень трудолюбивый народ. Вот разные комплексы, где строят в Москве. И везде турки рабочие. Турки. Это не туркмены. Дворники. Мы видели, как они строят. Как они береговую линию восстанавливают. Сколько там техники. Ни в одном государстве мы такого не видели. Нигде. Как в Турции. И они на ровном, вот так вот ступенями идут. Я видел, как обрабатывают ступенями. Но чтобы когда, ну, допустим, гору подрезают, а потом вот так вот. Но чтобы на этом месте вот какой-то клочок сделать, чтобы водой залит рис, тоже не видел нигде. Это надо как зеркало. И чтобы везде было покрыто, допустим, на 5 сантиметров. Это вообще. В избе даже так не сделать. На столе. И то вода стечет куда-то в сторону. Вот все. Понятно. Еще вопрос. Давайте. Вот сейчас в наше время очень много, скажем так, люди говорят, ну, скажем, как вы называете их, любвисты. Любвисты, которые любят все. Бог милостив, Бог милостив. Не суди других, не суди других. И, как бы, параллельный вопрос. Когда у христианина гнев, вот именно гнев какой-то уместен. Может ли он быть праведным или правильным вообще? Ну, конечно. Иоанн Затаус говорит, что если бы гнев был не от Бога, он не был бы в человеке. Человек, который не может гневаться, он тряпка половая. Но гнев человеческий не творит правды. Я когда говорил так, а тут одна увлеченная была, когда-то из сектантов. Но Иисус никогда не гневался. Мы должны подражать. Я говорю, ты уверена? Я говорю, открывают, показывают там, кажется, Луки 3,5. Иисус с гневом воздрел на них, запятая скорбя о божесточении сердца. С гневом или не с гневом? С гневом. А зачем ты? Да как раз так написано? Написано. Написано. И поэтому гнев это такое чувство, которое дает тебе ревность. Но не так. Давыд говорит, полной ненависти ненавижу их, враги они мне. Мы так сказать не можем. Это только по отношению к демону. А на кого гневаться? Вот вопрос, объект. На себя самого. В первую очередь на себя. Гнев, направленный вовнутрь себя, дает истинное раскаяние. Высекает искру. Дальше. Гневайся на демонов, на бесов. А на человека, который поступает неправильно. Да не зайдет солнце во гневе вашем. То есть гневайся, но чтобы с заходом солнца гнев прекратился. Видите, сколько мест Библии, которые... Ну, это посланник Ефесянам пишет. Солнце да не зайдет в огне ее вашем. Ты уже лег спать, укрылся, тепло. Так постой-ка, а вот тот-то непрощенный. А ну-ка дай-ка скорее за мобильный телефон и позвони. Прости меня, брат. Мне спать надо. И даже я чувствую, что ты неправ был. Но все равно прости. Нам надо молиться. Чтобы он не посчитал, что он прав до конца, если он неправ. Не бойтесь сознаться в неправоте, святах. Говорят, когда не судите, это священники. Тут одно только казалось, что не трожьте нас. Я переведу на русский язык. А они судят всех подряд. Всех. Как поступали святые отцы, каноны, Вселенские соборы, две тысячи епископов, они всех осудили. Не надо, то не надо. Вот это начинает говорить, я приводил это. Если народ стал более слабый, не выдержит, что за один обор 10 лет отлучено. Слабый народ. Слабый, да? Я говорю, ну согласны, слабый, слабый. А как же вы ставите до 30 лет слабых-то? Если они слабые, они даже в 40 лет священниками становятся-то. Вы что, одно правило подгоняете, а другое возвышаете? Это безумие. Надо исполнять. И как образец этого, я вам скажу, наша община. У нас каноны все действуют. Все до одного. А у них ежедневно нарушается в каждом храме 413. Я провел исследование самое тщательное. 413 правил нарушаются. Такого безобразия нет ни в государстве, нигде. Ни у святых, ни у шпаны, ни у кого, ни у братков. Ни у кого этого нету. Сказано, сделано. Вот вчера мне вопрос задали, а то у меня тут ролик будет стоять. О фашизме. Что такое фашизм? Фашизм такую набирает силу и в Европе, и в России, и везде. Ну везде буквально. В Израиле фашизм. Я отвечаю. Я занимался политическими системами мира. И нашел, что самое справедливое, самое правильное, это фашизм. Самое правильное. Самое умное. А самое отрицательное. Самое скверное. Самое поганое. Самое из человека ненавидческое. Это социализм. Коммунизм, который был в России. Но фашизм только тогда был бы таким, как я сказал, если Бога нет. А если Бог есть, тогда ясно, что это от сатаны учение. Это дьявольское. Гитлер есть просто образ дьявола, как и Сталина. Вот два противоположных момента. И то, что они делали, покажется детской игрой, когда Антихрист придет. Это идет эксперимент. Подготавливает пришествие Антихриста. Как будут мучить, давать. Гитлер и в Советском Союзе не запрещали, сколько кочанов капусты посадить. Дьявол поставит все, как в Америке. Уже сейчас там. Это страна, которая полностью промассоненная, как Англия. Вот так. Я тут недавно увидел один ролик, и меня забеспокоил вопрос. Вы что-нибудь знаете про десницу Георгия Победоносца? Да, вот который показывает Вазилия-то. Ну, я смотрел это дело. Знак Бомофета этого показывает. Все сатанинский знак. Ну, а что сделаешь? Не надо этого делать. И даже у русских, у маленьких, это связано с козлом. Говорят, коза-дереза на ребенка. Так, коза-дереза. Оно скрыто где-то, все равно появляется. Да по всем этим, не по всем, а по многим православным, так сказать, монастырям это возили, там все целовали. Ну, мы не ходили, не целовали, не поклонялись. У нас этого нет. У нас вот лежит икона, крест, и только когда уже служба заканчивается, как к кресту подходит, все подходят, один раз поцеловали, и у нас не принято по стенам лазить. А то еще целуют, прислонятся, долбом боднет. Откуда это взяли? Зачем был бом-то? Вы, я говорю, целуете, целуете, но мы друга целуем-то, не ударили. А Майкл Тайсон-то так бы долбанул тебя, ты бы вообще позвоночник сломал. Ладно, это они энергетику, видать, принимают. Нет, ничего там не примешь, это пустозвонство. Ну, понятно. На пустой сосуд ничего не примешь. Еще забеспокоил меня вопрос, тоже я увидел ролик в интернете. Так, возьмите к себе поближе микрофон. Еще один ролик я увидел в интернете, и меня тоже вызвал беспокойство он по поводу масонских знаков на церквах. А это встречается в России. Именно вот, ну, знаете, треугольник, и там солнце, и лучи. Что это, почему? Это они переняли. В христианстве он был раньше. Вот говорят, посмотрите, пионерские лагеря. Ну, а что пионерские-то лагеря, чем занимаются? А скаутские лагеря, они со скаутских скопировали. А в скаутском лагере, вот, цесаревич Алешка был, то другое. А они оттуда взяли. Ну, вот, Гитлер не смог. Концы пообломал, получилась свастика там, это круговорот, солнце, говорят, яркие разные. Глупости это все, это крест с отломанными концами. Это знак сатаны. А какие звезды? Ну, сильно-то не надо смотреть. Ну, ни пяти, ни шестиконечные, конечно. Пятиконечные масонские знаки, а шестиконечные, это Израиль. Есть, и шестиконечные, по-моему, в храме Христа Спасителя, если не ошибаюсь. Не убрать. У нас, мы получили икону из-за рубежа-то, и я увидел случайно там, немедленно же отдали художнику и замазали, да и все. Они, может быть, не предпритали значение. Это ничего не значит, но не надо соблазн подавать, вот как ответим. Ну, а что значил в христианстве этот символ треугольника? Это как краеугольный камень, что ли, получается? Нет, это вселедение Божие. Бог Троица, и там глаз. Бог все видит и знает во Святой Троице. Такое объяснение христиане дают. А они говорят, а мы за всем следим, как вот орден иезуитов. Вот это, ну, возьмите даже один доллар, который там все, и пирамида стоит, и количество этих кирпичиков, сколько. И притом нарисовал-то русский Иван в Америке был. Ну, а где, в каких источниках это упоминаете, что действительно у христиан вот было такое? Ну, так я не могу сказать сходу-то, какой источник. Я просто видел это, знаю, что он появился намного раньше масонского знака. У масонов он не больше, как 10 лет назад. Он встречался раньше, намного-намного раньше. И они кое-какие символы христианские к себе перетянули. Они не боятся. Ну, видят, что правильно сделано. Но там, может быть, у них еще какая-то закорючка стоит, чтобы не путали. А христиане-то не везде этим пользуются. У нас есть крест. И притом, вот возьмите, на храме стоит крест. Вот поперечина, вот она какая. А на конце там еще уширение, набалдажники разные. Я когда посчитал, а мало того, набалдажник, а потом еще вот так вот идет. Посчитали, у него 18 концов. Я говорю, 18 разделено, 3 сколько? 3 шестерки. И вы даже на крест, да, конечно, чуть не завылись, священники-то. Да как же так, да как же? Да зачем вам это? Вы посмотрите, как крест должен быть прямой. Там 4-х конечных, 6-ти или 8-ми. Это равно спасительно. Это равно. На Ризе у священника 4-х конечных крест. Ну, видите какой. Так и то, в виде лепестка крутят. А у нас перешили настоящий крест. Крест должен быть ровный, совершенно прямая линия, на одинаковой по толщине. Вот на старобряческих храмах вы нигде не увидите, чтобы вот такой он был, куча железа наворочена. Еще под ним по луну, по луна. А вот когда захватывали там Черногории, везде залазят мусульмане, надламывают крест, а полумесяц уже есть, уже готовая мечеть. Прямо сразу заходи. Еще очень такой беспокоящий нас вопрос. Да, да. По поводу духовника. Мы вот хотели сходить исповедоваться, ну, в пост великий, но что-то вот никак не можем. Я чувствую, что я на исповеди не могу полностью раскрыться. То есть я, конечно, называю грехи, но я чувствую, что я не раскрываюсь. Мне нужно полностью раскрыться, как частную исповедь что-ли строить. Но теперь-то, зная, что меня признали уже реформатором в нашей церкви, вот, я не знаю, как подойти-то к нашим духовникам, чтобы... Я боюсь, что я не смогу у них раскрыться, что они там... И они не учат, как бы, понимать, в чем дело. Духовник ли он... Катуй Кириллу, еще раз говорю, к отцу Кириллу Сахарову. Ему? Сказать не надо. Там выслушает все. Он очень мудрый человек. Он член Союза писателей России. У него столько всего. Он любит Слово Божие. Он внимательно выслушает. Он настоящий пастырь. Ну, с чем-то мы с ним где-то... Я его потревожил. И он все написал. Самое отрицательное, что я сказал о их служении там... И он все поместил в книгах. Он этим привлекает. Он приезжал в Потеряевку. Был тут с группой своих учеников. Сто проповедей его, да? Он прислал вам. Ну, приезжала Лиза там и... Ну, возраста для лагеря приезжали. И что мы разговаривали? Он все время записывал и записывал. А потом в книгу все поместил. Сто проповедей? Нет. Сто проповедей это Корнилий. Корнилий старобряческий. А это Кирилл Сахаров. На Берсеневке который... Я перепутал. Нет-нет. Вот. И он там поместил. У него четыре книги вышли. Воспоминания. Она у меня где-то тут лежит. Вот. Воспоминания. Так, минутку сейчас покажу. Я не знаю, вам будет видно или нет? Видно. Видно. Вот это. Видите как. Какая там книга. Но он в отъезде сейчас. Мы ходили, нам сказали, его нет. Ну, может быть, в отъезде он приедет где-то. А это вот он и есть. И очень пишет хорошо. У него литературный язык. Сейчас я даже скажу, сколько у него в книжке. Ну, 300 страниц. Это очень... Но она небольшая размером. Сантиметров 20 вверх. И вот с ним говорили о чем. Я, ну, когда первое он написал книгу, а потом от него прислали мне письмо и говорит, вы считали первое? Будут какие замещания? Ну, мои-то замещания-то не... Другие там, похвальные. А я ей говорю, вот ты закружил их на Берсеневском огороде, где сухой крыжовник. То ли он сам это сделал, или масоны ему это сказали. Я вот так. И он все это напечатал. Он сильно этим привлекает. Это мне по душе. Я сказал слова-то какие-то. Кто? Чтобы никто не знал, там это подозревают меня в масонах. А он никаких. Сразу же. И вот о чем говорит, он дальше пишет. Вот сектанты знают Писание, а среди православных я только одного человека встречал, и на меня указывает, который знает Писание. И он все... Магнитофон сломался, он рукой записывает. Я еще одного видел такого журналиста, прижал Макаров Сергей Сергеевич. И он в газете Версты на большие статьи про нас печатал. И нигде, ни в одном месте не написал неправду. Обычно, когда пишет кто-то, то он должен написать и показать мне. Я тогда покажу, где ошибка-то. А то одна у нас тут была журналистка, и пишет про нашего староста, и пишет, у него 300 гусей. А у него ни одного гуся никогда не было. У него 36 крупного рогатого скота, много овечек, а гусей нет. Я говорю, Наташа, ты откуда-то брала? Писала. Да как я так? Ты должна была показать. Вот ко мне пришла одна, они пишут там садовый участок такой, и про голубей надо было написать. У меня голуби в комнате сидят, не видать там. И она, как я сидел с голубями, как говорил, она все написала. Потом мне в Потеряевку материал прислали, я проверил. Безошибочно. Вот так надо поступать. Мы отвечаем за свои слова. Слова пишутся перед Богом. А раз перед Богом, поэтому... У заключенных говорят так, прикуси свое помело. Лишнего не трепи. Вас, Юля, ничего не смущает, что мы так с Игорем, с Вячеславом запросто разговариваем-то? Нет, не смущает. Нет, не смущает. Нет? Ничего. Потом вы будете смотреть, вспоминать эти времена. Я всегда по числами выставляю, скажите, какое было благоприятное время. Это недолго будет. Сейчас везде все это. Это в один день сейчас отключат и не будет ни скайпа, ничего. Поэтому вы многое копируйте себе, чтобы у вас было на дисках. Я так и делаю. Я прям скачиваю. Я всю переписку с кем пишу, я каждый месяц заканчиваю, у меня страниц 300. Страниц 300. И каждый месяц у меня настолько набирается. Я любитель просто. У меня архив большой. Большой у меня архив. Вот только газеты я, газеты, которые брал и прочее. Я посмотрел, высчитал. У меня газеты на газету в развернутом виде. Я их переплетаю. Они как тома у меня. Где-то у меня 13,5 метров высота. 13,5. Это на третий этаж. Понятно? Это не считая книг, сколько я переплел. Примеры 2000 томов. Переплел. Я переплетчик-реставратор. Вот разные там отдельно. Юный натуралист. Вокруг света. И там где-то отдельные лески. Переплету настоящая книга. Я профессиональный переплетчик. Мне интересно, а почему? Для потомков. И написано для потомков. Потом это трудно будет найти. Надо думать не только. Я отошел и все. Я все копирую и копирую. И то, что разговариваем. Диски разные. И все это где-то распространяю. Даже сегодня. А уж тогда, когда меня арестовали до этого. Тут я весь Советский Союз наполнил этим. И за границу перехлестнуло. Можно спросить вас по толкованию? Так, возьмите микрофон, возьмите поближе. Можно спросить по толкованию вас? Давайте. Я прям подтверждаю слова. Нам нужно толкование на толкование иногда. Да. Матфея 28, 9-10. Толкование. Я записал именно толкование. Женский пол осужден. Это Феофилак говорит. Женский пол был осужден на скорбь. А по воскресении Христа они возрадовались. И облагословились. Какова участь ветхозаветной женщины, я спрашиваю. Почему осужден на скорбь? Что это значит? Это означает, будешь рожать в трудах. В скорби. И ни одна сариса никто не может безболезненно родить. И так вот, жена Якова Рахиля умерла в родах. Многие умирали. И будешь рождать в скорби. И у тебя будет влечение к мужу. Я разговариваю с ней как. Говорит, я рожала. Трудно рожала. Муж был бы, я бы, наверное, его зубами загрызла. Так просто терпеть не могла. А вернулась, говорит, маленько прошло. Опять ласкаясь, опять обнимая, опять беременная. Ну почему? Так написано. И ничего, говорит, сделать с этим нельзя. Вот это скорбь. А сейчас духовное рождение. Мария Магдалина, она апостол для апостолов. И они первые возрадовались. Первые увидели Христа. И они для апостолов возвестили эту весть. Вот об этом он и говорит. В таком положении женщины находятся в мусульманах. Они их в хиджаб надеты, они их хранят, они берегут. Но дальше они их не могут вести, не знают. А у христиан знают. Подвести их на уровень первых христианок. Он показывает, какие там Феврония, Петр, образец. А там образца-то никакого и не было. Это придумали. Что в один день умерли. Да который образец? В один день, если они духовно воскресли, то она еще... Ну, вы знаете, Феврония-то. Ведь она была просто авантюристка. Простая, но знала травы. А князь заболел. И она вылечила, в одном месте оставила пузырек один. И сказала, я вылечу тебя, если на мне женишься. Вообще. То есть она прямо поставила перед условием. Замуж хотела за князя. А она-то... Ему надо княжеский рот было прерывать тогда, теперь-то. Ну, и опять заболел. Никто не поможет. Пришел. Она опять ему тоже. Женишься, вылечу. Женюсь. И она его вылечила и женился. А теперь прославляет. Ну, по-человечески-то... Любая женщина скажет, ну, нахальная девка была. Ну, вот так уж дальше они были. Дружно жили. Что они были благовестниками, ничего не написано. Это фальшивый образ. Ну, приятно, что в один день умерли. Православные-то очень любят, целуют. У православных... Вот каждый великий пост считает про Марию Египетскую. А она ни одного дня по-евангельски не прожила. Ни одного вообще. Повторяю. 47 лет ушла в пустыню. Не причащалась, ничего не знала. На корешках питалась. Зосима случайно ее уж там увидел. А Мария Магдалина всю жизнь проповедовала. И про нее не считает. Вот образец православный, кому подражать. Нигде. Как будто ее и нету. Мария Магдалина это образец из образцов. Она не смотрела на опасности. Ночь. Камень. Она все бежала, верила. И Бог ей открылся. И дальше разговор с ней какой ведет. Она одержимая была. Излеченная была. Мария Магдалина. Вот. О ней Борис Пастернак, другие поэты пишут. А Марии Египетской писать нечего совершенно. Она зашла, ее силу отбросила. Она опять... Она была блудница из блудниц. Блудница была, говорит, первостепенная супруга всего мира. Телом своим торговала, чтобы переплыть море. И все. Зашла в храм, а потом ушла в пустыню. И все. Даже полдня не жила по-христиански. А из нее герои делают. Говори даже не о чем. Дальше. Написано, что корень всех зол есть в сребролюбии. Да. Не любите. А почему? Ведь сатана-то пал не от сребролюбия. Он же пал из гордыни. Корень. Корень. Понимаете? Корень. Вот куда ни кинь, везде корень. Вот надо тебе достичь должности какой. Корень. Ты решил быть епископом. Чемодан денег. В синод. И тебя епископом поставят. Я это прямо знаю. Мне благочинные рассказывали. Все где-то. Хочешь завладеть девицей какой? Деньги. И пойдут она за Березовского. За Березовского какие там красавицы, модели пошли. А ему охранник говорит ему. Боря, ну ты глянь на себя. Ну что, ты артист какой-то или что? Ну ж явно, что он за деньги идет-то. Горбоносый, пущеглазый. Ну чисто еврейская физиономия-то. Другое дело Немсов. Посмотри на Немсова, как он выглядит. Кучерявый. Вы видели, да, красавицы. Что тут говорить-то? Ну и деньги. А достать деньги не просто так. Для этого надо ограбить страну. Миллионы людей пустить по миру. Корень. В этом все кроется. Развал государства. Мы особенно это видим. Другие государства где-то. Нефтепромыслы. Где они захватывают Южно-Родезию. Все деньги, 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 деньги. Это корень. Откуда все идет. Вот у меня ничего нет. У меня вообще ничего нет. Люди даже не могут поверить. Вот наушники мне купил это Сергей. Вот динамик тоже. Книжку эту подарили. Компьютер тут один брат купил. Дом мне Бог дал за то, что я страдал. Я высудил. Суд 11 лет шел. Куда я не повернусь? У меня ничего нету совершенно. Но более счастливого человека люди не встречали. В интернете везде говорят. И где-то, которые лично здесь, там, буквально первые лица нашего края. А я так даже никогда не задумываюсь. А люди со стороны глядят и говорят. Более счастливого вообще не встречали. Тут как-то шел лоховец Струщков Александр. Зашел. Там доктор, профессор. И гляжу он другим говорит. Я встретил человека. Более счастливого не встречал. А уже самому за 60 лет. Я спрашивал, а по каким параметрам? Так, а вы делайте, что вам нравится. Действительно так я люблю. Я люблю Бога, люблю Библию. Отсюда проистекает моя любовь к человеку. Я узнал, как дороги все. Мне дорого то, что я православный. Что я нахожусь здесь. Что у меня есть друзья. У меня есть враги. Я радуюсь тому, что мой возраст говорит о том, что, может быть, я все-таки не доживу до Антихриста. Но 76-й год. И жалею о других. Мой путь пройден. Пути мои приятны для меня. Межи мои. Прошли по прекрасным местам. Вот я и счастливый. Хочешь сейчас спросить? Пока нет. Пока нет. А потом уже. Если потом еще когда-нибудь пустите нас. Просто я сейчас вот вижу, вот смотрю на эти вопросы. Я что-то вам задал, а что-то осталось. Я понимаю, что то, что осталось, я просто искал основания услышать вас. Ну ладно. Вы когда будете читать, то многое найдете уже в Отвеченном. Косвенно. Вот меня иногда спрашивают очень знатные люди. Ну как вы могли это запомнить? Это столько всего. Это толкование полное. 300 томов. Я и не запомнил. Я даже все их и не прочитал. Книги. Блаженного Иеронима мне там отрывками попадалось. Ну Златоусство-то полностью. А как, знаете, вытекающие из этого Бог открывает? Я вот когда отвечаю, а потом нахожу толкование такого-то святого Ирине Леонского. Я ответил, как будто я считал его. А я его не считал. Почему? Потому что я знаю основную канву. Из этой канвы я только говорить, а она у меня перед глазами как лента какая идет. Говорят, а как вы могли так наизусть запомнить всю Библию? Этого я не запомнил. Но если я стою в храме, и бывает по-славянски считают, по церковному стиху. Два-три слова рядом, а я еще плохо слышу, услышал, я мог назвать книга, глава стих. Вот сколько слышу, у меня мгновенно в мозгу как молния, глава стих такой-то я цитирую уже по-русски. И когда 12 томов Златоуса считал, а в каждой проповеди у него около среднего, около 40 ссылок на Библию. Но они по-церковно-славянски, я считаю по косой линии, одновременно считаю, сразу перевожу, читаю и перевожу. Вот я смотрю, буквы-то идут церковно-славянски, а я сразу перевожу их по русскому синодальному переводу. Как? А Бог это дает, Бог. Но это надо знать. Вот я когда занимался изучением языков, просто говорю, иду я в городе, ну, увольнительную когда было, а у меня увольнительная была на целый год. Вот, я был техник-смотритель воинских зданий, ракетный хвост Дальнего Востока, в должность старшины. Но я занимаюсь одновременно, занимался разными языками. И женщины идут, я сзади иду, хорошо слышу, и воображаю, вот это француженка, а вот это немка. И что-то оговорить, я стараюсь по-французски, а это немка, я за ней по-немецки. А потом я сзади перекидываю, а вот это на таком, а вот это англичанка. То есть у меня все время как пожар в голове был. Непрерывно. И это все мне сгодилось, когда я начинал изучать Священное Писание и прочее. Мне это приятно. Вот скажи, скажи, а ты хвалишься. Только есть чем хвалить это. Есть чем, потому что это Бог дал. Я к себе это не присваиваю. Я не могу это никак. И всегда, всегда, где бы ни было. Вот показали машинку, мне достали. Я узнал, как там на клавиатуре. Я сижу, еду дорогой, люди разговаривают, а я все внутри. Рукавички у меня, а я печатаю, не глядя, не глядя. Все, там недели полторы прошло, я уже десяти пальцами печатаю, тысячи страниц напечатал. Самое-то главное, когда говоришь, не верь. Вот симфония на канонической книге. Ее составляли 20 человек 4 года. 20 на 4, это 80 человека лет. А не каноническое, ее не было. И я вручную начал делать ее. Вручную. А что такое вручную? То есть каждое слово я должен был поставить по алфавиту и выписать, о чем оно говорится, по алфавиту дерева. И вот я еду отсюда в Новосибирь, сажусь в электричку, и у меня с собой 475 листов, вот эти большие печатные листы. И я раскладываю перед собой и через коридор, но другой, чтобы сидение напротив-то. И считаю, и дальше слова подставляю, какое слово с какой буквы, а дальше в слове какая буква на каком месте, чтобы до конца было по алфавиту. И я ее составил. Это вообще вещь невероятная. А чтобы понятно было, скажу, когда я освободился, у меня же все изъяли, уничтожили. Там под землей что осталось. Я решил на компьютер начитать. У меня 4 причины нельзя читать. Зубов нету. Плохо слышу. Бронхи. Как меня в холодилке там держали, в морозилке нету. И глаза плохо видят. Голосовые связки. Я все равно начал насчитывать. Еще в интернете стоит. В течение 30 дней, это месяц один, я насчитал 77 книг. Не просчитал, а насчитал с выражением. Это 77 книг Библии полностью. И архипелаг ГУЛАГ Тритома. Ну вот попробуйте себе. Попробуйте. Это насчитать, это не считать. Я должен бодрым голосом, с выражением в суть войти. И это все стоит в интернете. Там размножили, я не знаю, конца края нет нигде. У меня скачано, я слышал, как вы читаете. Это опыт, опыт. А возможно, невозможно в этом возрасте при таком недостатке. А вы беретесь. Я на Бога надеюсь. Я надеюсь на Бога. А вот сейчас я печатал, рассылал всегда крещение. И вы надеялись, надеялся. Я архиереем, патриархом. А сейчас везде уже купели строят. Но на это у меня ушло около 30 лет. Это знает только жена рядом видела. Она встанет, как мама у меня была. А ты, сынок, ложился спать. Да, мам, нет еще. А в 4.40 вставать. В 4.40 вставать. А уже второй час ночи идет. У меня на сон уходило 2,5 часа. Больше я не потянул. Почему? Мне просто интересно было, я называю, азартно жить. И когда я говорю об этом, почему я стараюсь тебя к этому подвигнуть. Я тебе не героя былиного привожу, а немощного, скрюченного. А ты сделаешь-то больше. Ты смотри, какой боевой. Молодой. Молодой. Последнее все-таки мне интересно. По поводу молитвы. Как вы семикратно в день прославляете засуды правды Господа. Можете вот как-то поподробнее об этом? Я тоже хочу научиться этому. Хорошо. Вот до вас сегодня, пока вы зашли ко мне, днем я помолился 8 раз. Я просто посмотрел. У меня отмещаются. Вот вчера 10 раз. Это 7, это минимум. А как это так? У меня часы. Я смотрю на часы. Гляжу, время такое там. Так, я на улицу сейчас пойду, но сначала помолюсь. Помолюсь сразу. Три святоя. Это Божья милость, будь мне грешен, потом царю небесный и да отче наш. Отче наш прочитал, а потом у меня главное оружие, это вот. Вот. Понимаете, видите, она разбита на 10. По 10, 10. Пятидесятка у вас? Десятка. Сотни. Сотни у вас. Сотни. Это самое лучшее. Я это легко докажу. Вот я тогда считаю. Первая десятка. Ну, перебирать не надо говорить, как по одной. И поклон. Поклон такой, чтобы рука точно в центре лба, точно у тебя... Что, запутался тут длинный у меня провод? Подождите-ка. Вот. Именно на шрево ты должен поставить. Не сюда. Вот. Вот шрево, где пуп. Правое плечо, правое. И прямо перпендикулярно левое. Вот. Мы молимся двуперстно. Так у нас принято. Вот. И потом поклонись так, чтобы рука могла пол достать. Руку не надо опускать. Ну, проверить себя. Вот. Это один поклон. И я начинаю в десять. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Это я медленно считаю. И два поклона делаю. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. У меня две бабышки прошло. Дальше. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сначала я за всех. Дальше. Слава Тебе наш Бог Иегова. Авва, Отче. Еще одна. Слава, Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволения. Свят, свят, свят Господь Савао. Вся земля полно слава Его. Это все из Библии слова. И дальше я говорю. Господи, благодарю Тебя за тот день, в который Ты дал мне веру. Страх Божий и ожидание суда Божия. Поклон. Благодарю Тебя за день, в который Ты дал мне святую Библию. И указал на толкование святых отцов. Еще поклон. Все, десять ушло. А дальше я говорю. Вам видно, наверное, голуби летает этот? Винно, видно. Вот. Пролетает, у меня сидит. Я его глажу, он сам сидит. Это молоденький голубенок. Привык так. У меня радостно про голубей говорить. Я очень люблю их. Вот дальше. Вот. Богородица. Пресвятая Баба Богородица. Присна Дева Мария. Матерь Христа Бога нашего. Это весь символ заходит сюда. Спаси нас. Спаси только к ней, к одной, больше никому, не считая Бога. И дальше я говорю. Мы дорогой ехали. Как-то умягчало сердца людей на таможне. Я разговариваю простыми словами. Благодарю Тебя, Матерь Божия. Какие начальники смирялись. Покрой нас амафором любви Твоей. Умягчи сердца лютых волков, не щадящих стада. Понятно, о ком я молюсь. Ты можешь это сделать. Еще у меня десятка ушла. Десять поклонов. Дальше. Ангелу-хранителю. Ангел Христов. Хранитель мой святой. Моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя за эту ночь. Как Ты дивно хранил меня от страха ночного. Столько лет Ты защищал меня от видимых, невидимых опасностей. На воде и в воздухе и под землей. Благодарю Тебя. Дальше. Ангел. Не покинь меня, когда душа будет разлучаться от тела в смертный час. И проведи душу мою помытарством. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Это я говорю, и все это поклоны. Десять. Дальше. Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель. Причащий Господень. Моли Бога о нас. Благодарю Тебя за услышанную молитву и помощь. А дальше. Господи, научи нас спаситься и молиться. Потому что он постник был. Господи, научи нас жить и в бедности. Имея пропитание и одежду. Быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать. И каждому дару жилье. Но я знаю, что это один священник в Томске. Он нуждается в жилье. Дудин фамилия его. Я о нем всегда молюсь. А он там против меня. Что меня это не касается. Я знаю, он нуждается. Что на меня против горят, мне никакой роли не играет. Мое отношение к нему не меняется. Мне Бог дал это чувство. Я каждый день за него молюсь. У него трудно. Своего дома нет. Это зависит от епископа. И чтобы он его не выкинул. И ему будет хорошо. Господи, дай ему квартиру хорошую. И еще тут один есть Габриил. Мучается без квартиры. Я их поминаю каждый день. Почему? Мне легко молиться. Это от любви вызвано. Дальше. Святитель Христов Никола. Не Николай чудотворец. Никола. Мирликийский чудотворец. Образ кротости воздержания. Добрый архипастер словесных овец. Моли Бога о нас. И дальше. Благодарю тебя за услышанное молитву о людях и о животных. Я ему всегда молюсь, что сохрани живность нашу. И дальше. Укрепи нас, чтобы нам не страшиться царей начальствующих. Не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Все. Пять прошло. Теперь начинаем. Следующее. Молите Бога на святые пророки Божие. Пророк Илья, Иерусей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаи, Иеремия, Варух, Иезеки, Ильосия, Илья, Исафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отреки, Пророк, Михей, Аврам, Исааки, Аков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас с неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными и лея добрых дел, соделаны в Духе Святом с любовью. И последний поклон уже десятый. Следующая десятка. Это небесная сила. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию и предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, Матфей, Марк, Лука, и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо они свидетельствуют о Тебе, а через них, думаю, иметь жизнь вечную. Это Евангелие от Иоанна 5.39. Все, десятка кончилась, десять поклонов. Дальше мученики, святые мученики и мученицы, молите Бога о нас, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирнский, Юсин, Философ, Космай, Адемиян, Иерон. Дальше перечисляю Климент, Римский Климент, Анкирский, Анфимник, Амидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Виноми, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя. И молюсь тут о двух отроках, которые неправильно воспитаны родителями, но они в другом месте живут. Я их называю по именам. Господи, устраши родителей за такое ложное воспитание, дай им веру Твою. Все. Дальше святым отцам. Девятое. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст. И дальше перечисляю. Ефрем Сирин, Антони, Макарий Александрийский, Макарий Великий. И перечисляю дальше. Кирилл и Мефодий и всех святых, которые связаны. Стефан, Иоанн, Иннокентий, Филарет, переводчики Библии. Молите Бога о нас. Я их не все сейчас пересчитаю, тут считаю. Еще 10 поклонных. И последнее. Жены и Девы. Молите Бога о нас. Святые жены и Девы. Фекла Первого Мужчинца. Фатина Самаринина Феврония. Вера Надежда Львова Матерь Софии. Наталья Адриан. Варвара Екатерина Перепитуя. Татьяна Ирина. Ольга Елена Нина. Мария Магдалина Мария Египетская. Прискила Акила. Андроник Юня. Киприяна Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и Девам. И сохрани их от всяческого поругания. А потом перечисляю непослушных жен, которые непослушные, а мужья приходят и жалуются. Я их включаю в этот реестр и каждый день за них молюсь. И перечисляю. Галина из семейства, Екатерина, Евгения, Надежда, 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 Святана Мария, Раиса, Лариса и других республик, государств, которые позвонили мне. Я молюсь о них, о всех и об отступниках. А потом поднимаем руки и молимся. Вы видели, как молимся мы. Прими воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе, на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Это уже отрихтована молитва. Мы ее знаем. И кроме того, своими словами каждый раз. Отдельно молимся о правителях. Владимир, Путин, Дмитрий, Медведев, Порошенко, Рамзан Кадыров, дальше я, который знаю, Александр Лукашенко, Обаму там и всех. А потом отдельно бывший, это Горбачев, Александр Невзоров, коты какой есть там, Стерлигов Герман. Это самые такие смутьяны, разрушители. Я их всех держу на примете и каждый день за них молюсь. И за всех, которые вошли в общение в интернете. То есть у меня отдельно по счастям отдельно больные, отдельно которые в пьяности утопают. Я их перечисляю и молитва за счет этого удлиняется. Но это отдельно, это отдельно. Ну а потом, Господи, Владыка, живота моего. У нас все поклоны, 16 поклонов земных. Земные это голова на ладони, колени должны коснуться пола. Это труд. Я не могу земные поклоны делать, а разохочу сделаю, а потом не могу не встать. У меня позвоночник опираться, потом у меня сползает, пережимают нервы. Ну, вот так. Ну, конечно, вот люди, которые работают там целыми днями, они не смогут вот 7 раз даже так вот, ну, по полной программе, как вы. Не могут, не настаивай. Тогда ты придешь домой в это время. Я на пенсии. Но когда я бываю где-то на работе, я говорю этим, наши ребята, мы в лесу. Они сразу с разных мест собираются, уже целый час прошел, помолимся. Проходят, это 7 минут. 7 минут. Неглухонимые говорят так, 7 минут. Мы помолились и сразу расходимся. Проходят часа полтора, мы опять сошлись. Что бы мы ни делали, мы найдем время помолиться. Вокруг меня эти люди. Я детей приучаю к этому, где бы мы ни были. Там одна крапива растет, мы дорожку пробиваем, спускаемся с плотины под деревьями, где место есть. И никто не видит нас. На огороде работаем, тогда раз туда шмыгнули, помолились, опять вернулись весело. Ну, давайте искупаемся. У ребенка это все весело должно идти. Не так, что я его долблю. Вот мы, я прихожу туда и сразу женщины видят, давно молились. Да я пошел к вам, ну давайте вместе. Дети бегут мимо, они подбегают и становятся на молитву. Сзади. Их никто не заставляет. Это любовь. Вот это вот любовь. Они это видят. На практике мы должны показать, как со Христом хорошо. Почему я говорю, нужно бороться с евреями, с мусульманами. А оружие только одно, любовь. Помочь ему, рассказать, в чем он имеет нужду. Игнатий Тихонович, а что сказать таким людям, потому что, может быть, некоторые думают, что у вас вот другие реалии, понимаете. Вам как бы легче в том плане, что у вас много времени на все это дело. И есть когда, и вы общиной жизни живете. А что делать городским людям, которые живут среди, ну среди мира, среди мира, который не принимает их. Здесь условия более суровые, надо сказать. Так я-то в городе живу. Я же из Барнаула звоню-то. Я не в деревне. Я в городе. И я всю жизнь проработал на стройке. Какие условия-то? Я работал на больших объектах. Все время. Я на народе нигде. Но и на народе я точно так же веду себя. Вот я попал в камеру. Там ни один не молится. Я спрашивал священники, как? Никто. Я захожу в камеру. В дверях остановился, перекрестился. Мир дома сему. Сразу замерла камера. Представь, человек 70. Сразу выходит. Старший там пахан подходит. А вы откуда? Я из Барнаула. Это мы в Кемера, меня везут где-то. Так, а по какой статье? 190 прим. А за что? Распространение заведомо ложных измышлений порощих общественно-государственных строя СССР. Вот это да. Это вы против строя. Тогда-то. Представь, как это звучало. Как героически-то. Так, и что бы вы хотели здесь? Я говорю, я не курю. Мне бы где-то, если можно было, чтобы табака было поменьше. А они так. Коек, это шконки называется, сколько есть. Так на одну, два, три человека. Попеременно один спит, а другие там шарятся, играют. Потом другой ложится. Он подошел, вот окно. Вот самое здесь есть. Так, долой. Тот сразу схватил матрас свой и свалился. А я со своим матрасом захожу, там мне дали. Так, отец, располагайся. Так, ты наверху куришь, куришь? Пошел отсюда. Мне две койки одному. Я говорю, да зачем это? Тут люди вот... Так, разговаривать не надо. Тут вопрос решается не вами. Мы узнали, что вам нужно. Я говорю, а я буду молиться, я вам не помешаю здесь никому? Я все равно буду молиться. Но я спрошу. Да вы что? Да, отец, за кого вы нас считаете? Ясно дело, я тогда показывал, здесь я буду становиться молиться. Я становлюсь и молюсь. Крланяюсь. И молитвы у меня не семь минут. Час или полтора. Я просчитывал псалтырь за два дня. Псалтырь, 150 псалмов. И за эти же два, за неделю, каждую неделю Новый Завет. За неделю я три с половиной раза псалтырь просчитаю. И не считаю, что тут своими словами у меня тысячи поклонов. Тысячи. Везде одинаково. Вот меня привезли в лагерь. Ну там-то мы работаем все вместе. Работа тяжелая. И пришли, вот сейчас легли спать. Два часа нельзя в туалет ходить. Идти только в подштанниках. Легли, все легли. И сразу проверка идет, легли или не легли. Я сразу говорю, ложиться я не буду. Как не будете? Это сразу нарушение в карстер. Я говорю, ну, в карстер это вы. А я буду молиться. Но мы такого не видали. Я говорю, вам зачем смотреть? Я вас оповестил. А где моя койка, там оказалось, как столб стоит. Пилястр, ну, стену такая. Я рядом встал и стою. Когда они зашли, я не кланяюсь, просто стою. А там же полусумрак. Они меня не видят, прошли. Да как-то бригадир говорит, смотри, были и не видали его. Там молва такая пошла. Ко мне с заказами. У кого что случится? Отец, помолитесь, убивают нас. Поехал на... Ему срок дали меньше, в три раза меньше. Одному семь лет грозило, а ему дали полтора года условно. Да там такое молву пустилищики, я ни тюрьму не открыл, людей упускаю. Они любят это прибавлять. Почему? Молитва. И когда в психиатрии были, в психиатрию привезли на исследование где. И ты посчитай, которого для слова Божия нет уста, мои характеристики. С такими характеристиками в рай, а не в тюрьму. Как, говорит, теплый характер, как я безбоязненно проповедовал преступникам, ненавязчивым, к врачам не приступал, а приступал просто так. Строго исполнял самим установленные правила, много молился, какой аппетит был. Все указали. Это все в книге у меня написано. Печать. Я принес документы. И когда сегодня говорят, да вы вот чокнуты. Я говорю, у меня документы, я все нормально. А вы еще не проверены, вас надо проверять. У вас нет документов. А у меня документы государственной важности. Из института сербского был Мазур. Моисей Ааронович приехал специально. Тебе не надо говорить, что это, кто такой? Ну вы говорили уже, я забыл. Ну вот, это все там написано. Вот как. Я в этом месте нахожусь. Я продолжаю молиться вместе со всеми людьми. Я продолжаю молиться и свидетельствовать и говорить. Это от тебя зависит. Вот здесь, говорит, священник лежал, он все время лежал и лежал. А вот здесь еще священник был, он только играл вместе со всеми там доминов, карты. Простите, пока не забыл просто. Откуда же взялся 151-й в Псалом? Ну откуда-то взялся. Говорят, кое-что было утеряно, в греческом языке сохранилось. На это ссылаются. Я был юнейшим, отца моего, он начинает говорить. Там ничего нет, как бы характеристика. Где-то она у него, может быть, в заначке лежала, а потом появилась. Вот спрашивают, откуда узнали, что у Иоанна Златоуса 12 томов? Да не было их 12-й. А потом обнаружили один том, шестой. А недавно совсем обнаружили четвертый у армян. Они же раньше обратились. И вот теперь включили 12-й томник. Но правда не 12, 13. 12 и больше тысячи страниц его на два разбили. Вот откуда. А то сказать нельзя. История умалчивает. Но мы можем догадываться, как обычно. Что-то было утеряно. Вот у нас в книге Третьей Ездры 100 стихов упущено в 7-й главе. И с вами об этом уже, да. Да. Ну, вот так. У них в Ульгате сохранилось. А у нас, у них кодекс безы, допустим, главный. А у нас Синайский манускрипт. А там не было этого. Так интересно. Вот Библия, по сути, написана Духом Святым. Потому что писали святые божьи человеки, движимы Духом Святым. Но в то же время у каждой книги свой почерк. Если даже взять вот эту Ездру. Берем до утерянных Синайского манускрипта. До Синайского. Он пишет одним стилем. А как начинается Синайский манускрипт, совсем как будто другой уже человек. Да. Вы знаете, такой вербальный, говорит, подход. И другие перечисляют какие. То есть, возьмите послание Павла. И которое пишет Петр. Разница огромная. Просто огромная. Почему? Ученый раввин и рыбак. Бог ему говорил, а он выражал своими словами. Это не диктовка была. Не диктовка. Бог ему давал мысль, а он ее выражал на уровне своего развития. Я никогда не скажу таким языком, каким говорит отец Геннадий Фаст. Никогда. У меня другой язык совершенно. И вот здесь сектанты отрицают 11 книг в Библии. Говорят, апокрифы, не апокрифы, они канонические. Их святые отцы приняли, кроме третьей езры. А вот вы читаете, я говорю, вы книгу «Премудрость Соломона» считали? Нет, 19 глав. Это самая красочная книга по языку. Самая красивая, красивым языком. Как будто язык Сицерона. Почитайте ее. Я читал. Мы читаем ее, когда... Вот сегодня мы закончили читать ее утром. И я останавливаюсь еще раз. Давай произнесем. Это какие переводчики? Какой уровень был? Как они могли перевести? Даже сегодня. Это, я не знаю, может быть, Сергей Аверинцев только мог бы. Там, Александр Мень. Если честно, она, мне кажется, очень сложная и непонятная, эта книга. Но на то они и притчи. Мне больше как-то, знаете... Это не притча, не притча, а книга «Премудрость». «Премудрость». Да, там все понятно. Это вы, может быть, о чем-то другом говорите. Может быть, я перепутал. Вот мне нравится... Нет, там все понятно. Он говорит, допустим, как они боялись. Падает камень, им казалось, гора не извергается. Ветер свистит, им кажется, змей какой. Это вода... Огонь не терял силы в воде. И вода потеряла угошающий сил. То есть, он так разбирает. Жизнь такой, это прохождение стрелы по воздуху. За ней смыкается воздух. То есть, это говорит, как аэронавтик какой-то. Каким языком? Соломон. Ну да. Надо научиться удивляться и восхищаться. Ну, все, Игнатий Тихонович, у нас, наверное, больше нет вопросов. Единственное, просьба к нам, слава Христу. Просьба, помолитесь за нас. Потому что... Отдельно. Потому что Господь, видите, развел нас прямо в Великий пост. Да еще вот эти все разбирательства устроил в воскресный день. Совершенно. Апозорил просто буквально. А в посты положено по разным комнатам спать. Это хорошо. Ты из этого тоже извлекай. Бог усматривает что-то лучшее. Но надо быть вместе рядом. У меня она за стенкой живет. Рядом дверь-то. Утром на молитву прибежала. Дальше сидит, все мои новости узнала. И опять за стенку. Или сиди, или молчи, чтобы не было... Нигде мешать нельзя. Никак. Ты муж. И все. А что другой скажет? Меня это не интересует. Мне никогда не приходилось жену поднимать. Она ровно в свое время встанет. 4.40 она уже на ногах. Сейчас не может. Уже такой возраст. И сегодня едва-едва удержал ее. Но я удержу ее. А вот там бабушкам надо куда-то помочь. Да ты сама подскользаешься. Везде скользко. Ей надо бежать. Ну, сегодня крестопоклонная неделя. Я так хочу в храм, который не кольский. Это патриарши. Патриарши здесь. Сегодня никуда не ходи. Слишком скользко. Упадешь, шейку, бедра сломаешь. И будешь вонять на весь город. Ну да. Нет, по вопросам рано вставать. Это надо сказать. Это я лентяй. Юля у меня очень ревночная в этом плане. Святые делали разные способы. Делали так. Ставили свечу, а свеча выше нитки. Она свеча-то уменьшается, доходит до нитки. Нитка перегорает, а у него через блок, и там большой камень. Он падает в бочку, булькает. Водой обливает. Он сразу проснулся. То есть они тоже химичили. Придумали. Вы тоже зарядите будильник, поставьте в железную тарелку. Рядом мелочи насыпь, чтобы оно молотило по ним. Я вот когда остаюсь один, сейчас-то Володя встает, я не забочусь. А до этого у меня батарейка там лежит. Утром я батарейку из часов выдергиваю, чтобы она не работала. А потом вставляю ее. Экономию даже на батарейке. И наказал нескольким утром звонить на мобильный и такой. Наши встают в одно время люди. И они мне утром раззвонят. Я уже соскочил, а они еще звонят. Один, второй, третий. Ну, всех благодарю. То есть я тройную и четырехкратную защиту делаю, чтобы не проспать. Это как ты к этому относишься? И Господь, конечно, смотрит на нас. Ангел, может, улыбнется и скажет. О, трудно ему вставать-то. Но раз будет. Вот иногда бывает так. У меня даже было. Я лежу и вдруг слышу. Пора вставать. Голос, щетки ясные. Я соскочил, никого нигде нету. Я сразу ангел, благодарю тебя. Я знаю, от кого это. Прямо щетко. А то подойдет, наклонится. Игнатий, пора вставать. И точно в 4.40. Вот в 4.40. А в тюрьме я всегда вставал в 4. Переменил, потому что времени не хватало. И вот ровно в 4. А там свет горит все время. И охранники часы, говорит, сверяли. Подходили, в глазок смотрели другим. Говорят, вот смотрите, лег спать. Руку положил под щеку, ни разу не пошевелится. Как только 4 часа, там ни звонка, ничего нет. Все спят. И он соскакивает сразу. Я же не вижу, что они за мной смотрят. Никто меня в туалете ни разу не видел. Так он говорит, ходит или не ходит. Все. То есть, встал, скорее, холодной водой, оптерся и на молитве. Они встают, я на молитве. Все время видят. А из других камер уже стучат. Батюшка, встал, встал. Вот мы сегодня на суд идем. Пусть он помолится. Там Магомед какой-то, Махмуд. Мусульмане все просят. Вот у меня много друзей. Юлия, не печалься. Просто... Слушаю внимательно. Ну да. Просто радуйся. Радуйтесь, еще раз радуйтесь. Это Павел говорит, посланник филиппийцам. Говорит, одной рукой был прикован к стене, где слизь стекала. И 11 раз вспоминает слово радуйтесь. Надо научиться внутренней радости. Это не рот до ушей. Вот сейчас, чтобы мы просто... Не было у нас ссоры. Потому что и родители уже как бы настроены, что я как бы тиран. Что я ненормальный. И все вокруг. Понимаете? А вы подойдите, обнимите их. Подойдите, скажите. Не так. Я полюбил Христа, и поэтому у меня есть разница. Ты научись где-то говорить весело. Не надо быть по-старобрячески. Надуются у них никогда ни юмора, ничего нет. Они не понимают. А можно из самого простого такое сказать, что будет просто интересно. Вот это мне нужно, например. Это вот точно мне вот вы сказали, что нужно. Потому что вот у меня смотрят, ну, и другие отзываются. Такой юморной старик говорит. Да у меня все, кто со мной, все улыбаются только. И просто, самое простое, но как сказать. Вот как жена, чтобы ходила в послушание. Слышал рассказ? Нет. Ну, она была такая капризненькая, девчонка-то, избалована эта. Ну, и говорили, а как она замужем будет? Ну, может быть, муж хороший попадется. Все. Она любила спорить и чуть-чуть истерику закатить. Ну, вот посматривался один фермер. Они узнали, все хорошо. И она с ним поехала. Ну, он говорит... Раз. Я помню. Я помню. Ну, вот. Слышал. Ну, Юля-то знает, нет? Знает. Мы слышали. Слышали? Так таких-то сколько. Вот, говорит, шел монах, другую расскажу, по пустыне-то. И лев навстречу. И он поднял руки, взмолился и говорит, Господи, да сделай его человеческим сердцем, чтобы он не тронул. А лев, говорит, встал на задние лапы и стал читать молитву. Благодарю тебя, что обед мне подал. Православную молитву. Мне старообрядцам никогда это не сказать. Вот в каждом деле нужно увидеть что-то интересное и даже улыбнуться. Не смеяться, конечно. Вокруг столько интересного. Ты сочлини эти события, чтобы было красиво и интересно. Не то, что там ядовитая какая-то насмешка. А прямо так, чтобы каждый увидел и подумал, вот как весело. Из простого дела и можно жить красиво. Ну все, спаси-ка, скотч. Слава Христу. Благодарю. Слава Христу.